и моя водичка я тут получился сейчас только немножечко подрегулируем все народ под соберется я есть ладно подождем кто не появится тут потом вырежем народ а у кто там есть кого нет сейчас я попробую тут включить свой стримчик на другую сторону пока соберется вот кто-то уже есть сейчас мы попробуем только включить мой стримчик и все мой канал вот зрители вот так как выключить это хозяйство и поставить на паузу вот так и звук выключить совсем отключены привет народ кто там уже собрался о наталья уже есть привет наталья добрый день иного уже кто то есть максим есть с добрым утром и вас с добрым утром у кого там а у нас у нас утра как раз и есть сколько 9 часов 1 минута приехал по делам свету привез она пошла по своим делам у меня есть не знаю сколько может час может меньше а может и больше времени в машине посидеть потому что но здесь машину оставлять нельзя утащат ну эвакуаторы и я решил тут посидеть человеком не утащит если человек сидит в машине даже если подъедет эвакуатор вы должны знать то он вас забрать не сможет потому что это называется но если вы там не хотите выйти или что называется уже это похищение человека машине сидит машине ни черта ему не сделать максимум штраф там выписать нужно неправильно стоянку я думаю да это не дойдет но лучше бы находиться особенно там где именно я имею ввиду стоянка запрещена я сейчас стою в таком месте где в принципе как бы ну и не и не надо стоять но я надеюсь сегодня 10 не будет все так никак летом но посидим по стриме поспрашиваем я тогда писал балды рыба или мясо думаю надо чего-то начать а там уже на ваши вопросы поотвечаем водички попил это был к ним на прошлой неделе да да на прошлой неделе были в конце недели на выходные были в магазине в супермаркете и кота называется супермаркет и там ходили и меня заинтересовало даже на испанский канал там поставил это самый маленький такой short процент на рыбу которая в супермаркете представляете была рыба есть такая у нас называется тарарира это речная рыба даже не столько там она в реках сколько всяких болотах там такие речушки маленькие ну в общем таких зарослях наподобие если честно говоря наподобие щуки она только очень-очень костя войну просто блин пипец какая костяло я как правило народ местные и не берет это надо быть совсем уж там не знаю каком поселке жить об там тарариру сидеть жевать это вот типа щуки только щука такая сладенькая это тоже с такой мордой противный хищник не очень костяло я да да не могу костяло рыба как вы думаете сколько в супермаркете тарарира стоит я удивился замороженная вот средине почищенная так c целая рыбка замороженная стоит 1700 веса за килограмм рыбы то есть одна рыбина выходит где-то две с половиной тысячи сейчас для тех кто хочет знать какой доллар думаю думаю так как последнее время не интересовался какой там доллар думаю где-то наверное 350 песо за доллар но это неофициально это тот как мы называем голубой доллар то есть тот который вы можете купить продать на улице в обменных пунктах а тот который государственный которого никто не видел кроме президента тот где-то 180 наверно так что прикидывайте да потом я часто показывал как городском парке ловлю таких жирных жирных рыб саболем называется мы она настолько жирно это уходячий вообще скажем так как вот поросенок сало они они рыба блин то есть вот просто чистый жир блин и состоит мы ее ловим и выкидываем и редко берем для наживки на другую рыбу и все вот парке у нас ловится там можно поймать 20-30 штук в день в детском парке ну когда там снова будет разрешено ловить потому что сейчас там и пляж городской так вот это саболе стоит супермаркете 1000 за килограмм а теперь бум-бум-бум сколько стоит свинина к примеру задняя нога ну то есть можете взять целую заднюю ногу свиную можете ее чтобы сделать там какие-нибудь хамоны с нее а можете ну попросить вам отрезали я купил одну и попросил чтобы не отрезали самую центральную часть 3 килограмма ну вот так вот рассказываю сколько стоит свинина в том же супермаркете именно самая такая ляжка свиная блин килограмм стоит 500 песо прикидайте костлявая рябина костлявая рябина стоит 1700 за килограмм килограмм свиной ляжки стоит блин 500 песо вот это значит если костлявую рыбину взять ты заплатишь две с половиной тысячи с головой с костями со всей хрени с хвостами а есть ты возьмешь 3 килограмма отборной ляжки свиной ты заплатишь полторы тысячи я задвинул сделал буженину вот только вчера да да кушал три дня хавалли буженину света нет а мы с ником это просто пипец какая вкусная даже хотел рецепт снимать потом выдал одну буженин рецептов чертова гора есть но я могу рассказать по быстренькому как я сделал и может кто мало ли не знает как правильно сделать я купил 3 килограммовую ляху поросенка то есть она была на 5 килограмм я попробовал маленькую такую шум взять но потом решил что вот это кость сверху она как бы это спросила ли мощи и отрезанной да нет проблем отрезал оставил такой центр значит у меня есть горелка такая на газовом баллончике маленьком найти такой вкручивается газовый баллончик как для плиток переносных все такая горелочка вот этой горелка я прямо там шкуру обжег получается такая чтобы не было там никаких волос на этой шкуре я не не стал связать обжег горелкой на балконе на досточке потом продырявливаешь приготовил начинку начинку я приготовил этим самым взял несколько зубков чеснока порезал целую луковицу мелко-мелко-мелко потом туда бросил ну чеснок с луком смешал бросил туда соли очень сильно поперчил перцем взял туда лаврового листочка и все это вступки потолок чтобы она все пустила соки перемешалась потом дырки дырявишь мясе засовываешь туда все эти начинку средину и так поглубже 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 чтобы она там пропитала мясо потом и еще все что осталось остальное обмазал со всех сторон вложил кулек для запекания и оставил на ночь в холодильнике чтобы она вот прямо вот лежала и мариновалась после того как помариновалась на следующий день разогреваешь духовку до 180 градусов завязываешь кулек для запекания прорезаешь только дырочку для того сверху чтобы он выходил воздух если сильно уж наберется сперты и самое главное это выставить правильно температуры у меня есть термометр профессиональный специально купил который показывает две температуры он еще на буту работает то есть у него два одна такая штучка куда вставляется датчики а вторая штука которую ты около себя держи в другой комнате там выставляешь температуры и сигнализацию чтобы она пикала есть температура превышается в общем на два таких и датчика один датчик ложишься рядом с мясом в духовке то есть на открытом вот рядом с мясом а один датчик всовываешь средину мяса в самый-всамый центр и выставляешь об снаружи было 180 максимум 185 градусов а в самый-самый центр чтобы запиликала тогда когда температура там дойдет до 79 градусов вот когда доходит до 79 выключаешь вырубаешь получается снаружи полностью за блин автобус не может проехать еще за 3 он еще меня может зацепить этот автобус это как-то автобус совсем там не может тут разгружается впереди он там к той стороне приехали разгружается отъехали проехал вот и представляете что получается в таком случае вас получается корка румяная такая на мясе потому что выдавали стосят градусов не больше если будет меньше будет течь и не будет румяной корки и в середине запеченная получилась такая буженина это буженина здоровенная не вышла в два раза дешевле они тут когда поворачиваются лим пытается у меня въехать из-за одних которые здесь разгружается здесь рядом стоит грузовик разгружает кока-колу и все такое и он так неудобно стал что никто не может повернуть нормально и пытается за меня зацепиться ну ладно надеюсь что не зацепиться да и грузовик наверно дома стоять не будет так что вот рекомендую шоку покупать потому и говорят почему оригентинцы не едят рыбу почему рыба такая дорогая да потому вот и дорогая что оригентинцы рыбу не едят потому что потому и рыба вот таких ценах модель платья там ловят эту рыбу китайцы приплывают в оригентину ловить рыбу все браконем чайт ловят все страны рыбу а прикидывайте оригентинцы вот держат вот такую цену долбаную так что мне пишу доброе утро доброе утро здрасте вам в кого на карте так в кота по карте коммунидат хорошей скидки бывает бывает коммунидат кота надо с собой носить и всегда там бывает хорошие скидки кстати кто-то мне там писал не так давно что вот и не прав когда кота скидки там типа два по три или что-то такого селя на вино молнин не обязательно брать три одинаковых вина можно брать три любые и скидка все равно будет по 30 процентов от цены на каждую бутылку вот сразу скажу это он просто ошибается если такие скидки надо смотреть на эти самые на табличку которая написана бывает бывает такое что можно взять разные но все равно одно и той же самой воды и то есть одно и то и самого вино завода но разные а так просто набрать разных и потом с каждого будет скидка 30 процентов это неправильно так не будет блин этот проехал про сканировал номера зараза как последнее время розы развился буэнос-айрус все время где не станешь проезжает какой не мотоцикл учет сканирует и кто там не так стоит хана им всем так что тут очень такие как бы надо осторожненько так вот при струниваться стоять а то за сканирует не в ту сторону сейчас наверно где-то поехать немножко поездить так вы мне попишите а я наверное все таки хотя фиг там мы сделаем фокус я знаю как спасаться смотрите сейчас как сделаем фокус для того чтобы тебя ну типа не засканировали неправильно вот так надо делать тогда даже если проезжает там полицейская мотоцикл машина для эвакуации открывай капот или открывай багажник тогда получается или ты разгружаешься или ты поломался и стоишь ждешь пока у тебя двигатель остыл и это нормально тогда тебя не даже если сфотографировали что ты стоял не так все равно это не будет действовать для того что тебе не выпишут штраф так что вот я вам подсказал креативчик как бы на саре состоять там где нельзя поднимайте капот или багажник включайте мигалки и стойте 2 тысячи пэсо 750 рублей наверное это официальный курс гугл выдает ну наверное официальный курс две тысячи пэсо а мы не знаю в рублях если честно сказать ну сейчас вот доллар где-то 350 пэсо это если живой доллар тот который у вас есть вы можете пойти где-то поменять в обменном пункте то 350 приблизительно может быть туда-сюда немножко отличаться каждое утро каждый день но основная масса так где-то так наталья печь недавно делала суп из королевских креветок по сути уха оказалось просто пища богу класс понравилось на нас нужен под 50 живем в россии белорусской области рассмотрим ориентину как пмж ну нормально здесь в ориентине это нормальный возраст 50 или под 50 спасибо за информацию страшного того что нет никого знакомого вашей стране да не блин это не страшно это наоборот нормально тут прийти тут у вас знакомых будет больше чем дома блин потому что тут такие толпы бегают по улице сейчас русскоязычных что страшно разоваривать на русском языке все тебя понимают это раньше можно было идти и болтать по улицам как хочешь между собой на русском сейчас идешь болтаешь думаешь о те прошли те прошли те прошли на тебя озираются так что как раз чего-чего а вот русских тут сейчас хватает это по моему после россии вторая страна где русские находятся здесь сейчас бегу знаете как так что тут чуть-чего познакомитесь и чаты существуют целые эти дохренища будет у вас знакомых на это не переживайте клубы уже будут и все будет пересмотрела тысячи видео вопросы больше стало чем ответа ну так задавайте ваши вопросы я вам поотвечаю если так это самое прямо кит вопросы могут быть живи себе работа единственным не надо сразу надеяться на то что я вот смотрю все как-то ну не знаю какая-то такая байка завелась узнаете как раньше было да не раньше было она есть такая байка что обязательно там все бандиты вот прямо вот блин буэносайлс это вот там ходят бандиты такие типа блин которые все грабят все крадут все это самое вот это была эта байка их слов не переубеждай нет теперь появилась новая байка которая тоже вот это я вижу что ее не искоренить ты хоть что доказывай показывай все равно не искоренишь это шоу всем сюда приедут и всем дадут здесь паспорта они примут приезжает и даже не хотят и чуть-чуть замыслиться о том что половина из них никаких паспортов здесь не получит они настолько убежденные что ориентина это страна раздачи паспортов что просто пипец это вот второй миф который существует после того что здесь все бандиты об 2 миф это что аргентина всем раздаст паспорта вот они просто даже не обсуждается той вопроса как его там получить когда ты его получишь а может быть такой вариант что не получит нет нет это вот ну просто типа блин как обязан а вот они приедут и тут просто паспорта будут на границе раздавать ну ну так что рассчитывайте на то что может получить я может не получить ну если так чтобы реально быть а не так как байки эти слухать в интернете вот знак аварийной остановки не нужно выставлять ну и городе никто не будет знак аварийной установки надо выставлять тогда когда вы действительно аварийную остановились это на трассе а в городе от того что вы остановились ну понятно тут написано разгрузка погрузка или там остановка запрещена вы стали постоять у все равно все так и делают увидите еще тут на всех ну помигалки включает что-нибудь откроешь он типа разрушается погружается и лишь он перегрелся или что он там кого-то ждет сидит стоит около машины тогда ничего не будет тут как бы считается что ты там пассажира ждешь отъехать переехать знак аварийной остановки на даже если выставлять его надо выставлять заранее а кто что в городе даст тебе столько пространства чтоб ты там выставил свои знаки так что не поможет знак так ли они да как быстрым ростом цен успевать зарабатывать если не валюте а у пса все время об этом думаю очень просто и все тут так думает и так зарабатывать то есть вот примеру я вам скажу сейчас я вот смотрю допустим там переставить windows ну программы скажем так переставить на компьютере ну в среднем сейчас где-то 10000 пса за переустановку на как форматировать переустановить там всякие программки все такое вот так утром просыпаешься цены почитал допустим сколько сейчас термах переспать кампины вот поехать терми и переспать кемпины ночью как вы думаете недалеко в интервью с примеру вот кемпины переспать трем человеком будет стоить 15 тысяч за одну ночь заплатить за место где ты поставишь палатку ты прикидываешь думаешь блин ты чё будешь компьютер делать за 10 тысяч вот раз репу почесал думаешь не блин сегодняшнего дня 15 тысяч ремонт компьютера вот так цены вот так и успевать то есть и утром посмотрел хоба все все подняли ты взял все поднял тут все так живут а как вы думаете тут кто-то по-другому что-то висчитает индекс и там смотрит на бирже на курсы валют тут утром просыпаешься блин оба так помидоры поднялись потому что засуха большая хорошо так клубника поднялась ну а я чё блин дурнее всех нет тоже бук сразу два раза все чао нормально кому надо тот придет заплатит он же так же сам у себя на магазине все поднял или на своих услугах вы думаете тут кто не поднимает тот и дурак так что все кому надо блин компьютер переставить как говорят windows там русскоязычные еще что-то вот сегодня 15 спешите а то будет завтра 20 звоните переставим так вот и выживаем так все делает вы думаете чё-то у других как-то не так так же она есть приходишь вот столько платил сегодня столько завтра я вот прошлом году был в одних кабанях кабани эту домики не снимал вот прошлом году да там три с половиной тысячи было ну понятно не сезон то все сейчас сегодня утром перед стримом написал сообщение хозяйки этих кабанев и так и так блин сколько сейчас у вас стоит двенадцать четыре раза соответственно если у нее кабани стала в четыре раза двенадцать значит надо переставлять уже все за 20 тысяч это очень просто делается так про стереотипы сегодня девушка из кем расспросила у меня так как я в питере правда что ли в питере куча наркомана прямо на каждом шагу я ни одно не видел ни разу них и они такие ну да и это правда я живу добрый день из польши привет польша как там у вас дела вот юля не здесь вот эти вот просто есть тут куча отчатик у всяких которые выскакивают в телеграме и там я про эти стереотипы говорю что ну как заглядываешь и вот как бы люди убеждены убеждены в том что им здесь обязаны дать и начинает улучшаться типа если даже долго там еще что-то ну как это так что долго слушайте чеку не нравится как я стою я проеду где-то в другое место за одно и по стриме и объедем а ну поищем может где в другом месте хотя мне тут недолго осталось настолько перестоял сейчас уже эти уберутся со своим грузовиком и будет все нормально на вот этот грузовик уже уезжает скоро уже так понимаю не потери пачку там раздубасили после того как он едет станет все окей так шалом лучше салу а у нас таки хорошего сала и нету в том плане что здесь вот как бы я и не видел никогда чтобы здесь продавалась конкретно такое сало как мы привыкли там к примеру на украине врачу это чистое сало здесь продается такая подчеребина то есть там и сало и прорези мяса в общем всегда больше мяса чем сало это тогда так называется сало ну так и и местные фабрики делают такие именно куски то есть такого сала сала шутки по белый жир как не можно еще назвать тут такое и не видел о борис сегодня привет приветики приветики как вы там поживаете у нас вчера был немножко даже такой дождик сегодня с утречка было так чуток затучено чуток ну сейчас вроде бы солнышко начинает выходить ну то есть температурка капельку-капельку убавилась хоть спать можно было нормально сегодня плане того что можно было открыть полностью окна и наслаждаться свежим воздухом прикиньте не надо было закрытым кондиционером так леонид подскажите пожалуйста москитные сетки на окнах как я понял нераспространенный делу боя сальшившего растение специально сажают в шочки ставят на подоконнике от комаров смотрите я бы даже больше сказал здесь комары в принципе явление не распространенное бой нас они тоже комаров нет конечно комары есть но вполне нормально спасаться вставил какую-нибудь дымучку в этот самый такой не вот у которой палят там спичками и такая спирали она горит там дымит нет в резетку вставляешь потом туда таблетку fuji или еще какую-нибудь там и такой приборчик он там чуток запах выделяет и в принципе этого достаточно скажем честно это на опор комаров будет когда пойдут осенние дожди вы тогда будет какой-то две-три недели что будут в принципе доставать комары мы покупаем тоже такая штука которая в резетку и потом там бутылочка с жидкостью с какой то есть такой палочкой вот эту бутылочку вкручиваешь в эту штуку и вставляешь в резетка она испарение какие-то дает в принципе нам очень сильно помогает я даже буквально позавчера купил еще запасную бутылочку с этой жидкостью тоже там fuji по моему я купил но есть еще какие-то справка спрать что такое пару фильм есть каждом супермаркете такой приборчик вы можете купить против комаров плюс можете 1 распилить там какой-нибудь это то есть тут не страдает так от комаров что прямо вот вот комары вот жить не дают может конечно где-то кто-то около парка живет у него окна совсем рядом с какой-то растительностью может у тех как что-то по-другому но вот на этажах скажем так большие здания я бы вообще не сказал бы что комары это какая-то блин проблема я как-то на них особое внимание то не обращаю знаю что конце лета где-то марки в апреле две-три недели будет период комаров ну вот этих вот дымочек вставленных в резетку в принципе будет достаточно для того чтобы они вас не доставали когда спят все равно бонус айресе жарко по нормальному надо спать с открытым балконом полностью там с открытыми полосе окнами что было много свежего воздуха и все в таком духе иначе это все фигня не подачи так что нет не знаю насчет именно горшков растений специальных сетку против комаров даже не знаю тоже думаешь о найти наверно где-то можно но это не распространено но я живу и вот купите вот эту штуку которая в резетку втыкается купите 2 3 сила стану каждой комнате потыкать эти штуки на ночь днем они так вам не мешают особенно если у вас есть вентилятор какой-нибудь он вздувает там да и нету их настолько вот сейчас я и не помню не видел этих комаров может одного какой-то за три месяца вообще ну смысле как бы не проблема так как с ассортиментом фруктов круглый год я белла фрукты постоянно то что зимой качество очень плохое выбор маленький дорого до фрукты в принципе фрукты овощи здесь круглый год по первым потому что половина аргентины круглый год их имеет во вторых рядом бразилия находится и тоже оттуда можно привезти зимой здесь сезон цитрусовых это самое дешевое что существует в аргентине наверное из влажном магазине это в сезон цитрусовые типа апельсины мандарины все вот такое так что да в это просто конечно лучше всего братья фрукты в сезон то есть цитрусовые сейчас они уже немного мягкие полежавшие а к примеру зимой это самые самые сочные самые то книгу тоже будет круглый год но всегда будет дорогая вот сезон когда только весна наступает клубника будет ну дешевле скажем так не то что она будет дешевая но дешевле то есть есть на каждый овощ фрукт свой сезон но принципе да все круглый год существует потому здесь нет никаких закаток никто не делает никакие заготовки на зиму закатки там варенье консервации вся эта фигня отсутствует при 0 при большом желании можно конечно себе засолить там огурчики капусту какую-то помидорчики на это на любители это на каждую хозяйку в отдельности то есть если тебе так прямо приперла ты можешь сама себе трохи сделать там поставить какую-то одну баночку ну как таковых закаток засолок за этих не делает том что зимы как таковой здесь нет тут это все овощном магазине круглый год свежая на фига и закатывать вот кто-то бежит фумигатор правильно вот этот типа такой так как отношение между русскими украинцами у вас но прибывшими да никак никакого у нас отношения вообще в принципе ну нет но если вы имеете ввиду что кто-то кого-то там ходит лупит или что-то там ну это самое то есть принципе тут такой вопрос вообще не стоит во первых во начнем с того что он но приехавший это как как минимум те кто не хочет идти на войну и убивать там блин других и чтобы его там где-то тоже закопали в черноземье это первый вариант даже если он совсем на голову утрахнутый даже если он зетник он все равно сюда сбежал потому что уже польза от него хотя бы какая-то что он не там бегает так что пускай себе бродят это раз второе они кучкуются между собой потому что языка они не знают соответственно и где кого надо бизнес какой-то делать или между собой там типа начинает там кто кому ногти поделать сокому валюту продаста кому там у sdt поменяет ну то есть них как бы бизнес там потому что карантинцам они еще не влили все кто начал сюда ехать масло сюда надо начали ехать только несколько месяцев назад когда мобилизация соответственно что получается они еще все по визам туристы мало кто только второй раз туристическую визу продлил как бы на три месяца на следующих три месяца потому что без визы на три месяца потом она продлить еще на три то есть пока что все в этом статусе находится это мало кто приехал именно беременный родит ребенка и сразу будет уже усваиваться как там на гражданство там на пмж подавать и все такое основная масса это туристы они еще не знаете языка они еще не влились в аргентинское общество так что они между собой кучкуется договаривается встречается у них свой виртуальный мир никто не бегает за украинцами украинцам нефиг делать бегать там за ними зачем вот те кто здесь живет они занимаются своей работой выходят на работу ведут свой бизнес блин ну не до этого то есть таких каких-то если вы имеете ввиду там столкновение между русскими и украинцами то этого здесь я не видел я не встречал это опять же тут люди как-то привыкли смотреть идиотом или нет они то какой он там национальности какая раньше нафиг кто какой национальности вам что если человек нормальный нормальный с ним там дружат общается если он идиот так он блин может быть и китайцами и аргентинцами и русскими украинцем если он идиот себя ведет по идиотски то с ним никто не общается и все то есть как таковых прямо вот что по национальности там бегаете с украинскими флагами эти с русскими то я такого не здесь не встречал честно говоря основная масса вся что сюда рвет она тут побегает побегает и конечно процентов 70 от них когда там все успокоится они уедут потому они здесь не приживутся но процентов 20-25 конечно останется и будет жить всегда так что это тоже те люди которые ну интегрируются скажем в аргентину так что вот этих отношений я не видел чтобы там бегали украинцы именно против русских и наоборот русские против украинцев или что-то такого стиля устраивается живут как-то пускай устраивается почему-то говорят самые злые и прожорливые комары в сибири и якутии не там где климат помягче может и так проблема с комарами как бы такая не торчит у нас доброе утро подскажите пожалуйста какое качество водопроводной воды стоит ли покупать фильтры воды я рекомендую покупать фильтр для воды угольный фильтр качество принципе пить можно но я не думаю что она вам понравится потому что очень хлорированная ясный перешит для того чтобы ее пить надо хорошо хлорировать и все в таком духе мы пользуемся фильтром для воды плюс опять же даже изредка когда фильтр уже ну там долго не менялся решено покупаем даже воду питьевую хотя там тоже можно купить ту же фильтрованную воду есть минеральная вода натуральная скайм привезенных гор там с мендос это все а есть просто очищенная а воды месса называется то есть с того же самого фильтра в соседнем доме там перед садили в бутылки накидали до издали в магазин но официально пить воду можно будет нас айресе она пригодная для питья для приготовления пищи для всего такого это вода но моя рекомендация еще купить фильтр они не так дорого стоят подключить до краника с водой и когда вы готовите кушать или что набирайте воду просто через фильтр таким образом вы не будете вот этот запах хлорки сильный ощущать все таком духе нормальные люди срачи не устраивает я по украинцев и русских языковом чате общаясь с ребятами со все бывшие сель никто ничего не обсирает все зависит от человека именно это я имел ввиду я и подсказывал что я такого не видал здесь дебил и ну да есть ну так они тоже не показатель из какой национальности бывают дебил и который кричит и аргентине дошел ну да хоть китаец блин какая хрен нравится кто ты вот так что ребятки все нормально если вы нормально как говорят здесь к людям будете относиться к вам будут относиться также нормально независимо от того откуда вы приехали это сто процентов как я всегда рассказываю что ну первое первое тут есть два таких ну как вам сказать две таких вещи которые замечают шоуну приехавший как правило их пока что нет они поймут и у них они тоже будут но пока что на данный момент еще не у всех они есть может у некоторых есть одни не а я именно такой может но большинство которых я встречал пока нет первое это прежде чем учет тут и хочешь чтобы тебе ответили сказали посоветовали дали ты хотя бы поздоровайся то есть вот я заметил же приходит скажи мне то или то не здрасте бля не до свидания то есть такая бескультурщина которая считает что им все блин обязаны то есть он просто считает что ему это надо вот и он только говорит то что ему надо он не спросит оля китай как здесь принято типа туда и человека не знает начинает оля китай типа привет как дела скажи пожалуйста то 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 тогда ему отвечает а если просто эй скажи мне это тебе скажу да пошел ты это будут правильно понимаете то есть вот как бы это первое научитесь сначала хотя бы вежливо обратиться к человеку если вы хотите получить от него нормальный вежливый ответ то есть вам здесь никто не от ничем не обязан это сто процентов то есть без вас жили и будете выжить будут эти люди жить уедете в эти люди останутся здесь жить им по барабану вообще там сказать приехали вы уехали вы живете вы здесь или нет то есть если вы будете культурно к ним обращаться они будут культурно вам отвечать это первое второе не убивайте себе в башку дурную идею что типа кто платит тот и прав клиент всегда прав а можно побежать где-то чё-то накричать потому что я там типа заплатил по барабану если клиент идиот ему надо дать подсрачники летит этот клиент дальше чем видеть есть у него деньги нет у него денег это должно быть по барабану прежде всего должно быть такое нормальное человеческое отношение то есть будешь по-человечески спрашивать получи по-человечески ответ будешь просто типа делать вид что тебе бля все обязаны и они вот должны тебе ответить потому что ты там платишь или ты там покупаешь или ты просто считаешь что тебе должны ни хрена никто тебе здесь ничего не должен так что это вот моя такая рекомендация ну как бы сразу освоить такую вот ориентинцы довольно таки спокойный народ размеренный народ они как правило как правило ну если это не не опаздывает на работу как правило очень спокойные уравновешенные в том плане что он еще долго репу почешить прежде чем тебе там что-то рассказать ответить то есть ему вот это все что тебе очень быстро надо она ему нафиг не надо он ответит когда захочет он сделает когда захочет то есть вы можете 150 раз кричать не сейчас прямо надо ну она ему может быть совершенно не надо тебе ответить завтра скажет маня нам блин приходи маня на и позавтра приходи вот так сожалению русские украинцы так всюду общается довольно часто и общается по-русски шок не понял не хочу значит общается по-русски ну общается по-русски шок поняли если мы говорим тут на украинском на сторону нас поймет это раз мы можем по-испански общаться но и вообще считаю что язык это вообще ничего не значит нахрен то есть если там вот этого хотите вот эту сказку про русский мир который объединяет знание русского языка финя это все блин большая их них рена это ни к чему не обязыт и не определяет вон бразилии а мне здоровья странная страна говорит по португальский также примерно португалья типа блин владелец образилия что ли потому что это португальский язык английский полмира говорить в английском языке общается анализ в языке так чё теперь самая главная страна в мире это англия то есть это фигня с этим языком вот на каком общаться на каком людям удобно на том и общается и вообще не обращаю внимание на то кому это он там типа считается по стране принадлежит им все у нас этот язык знали 15 стран которые были в советском союзе если людям между собой надо общаться они этим языком общается знали бы французский общались вы блин на французском какая хрен разница на каком языке люди общаются нормальные люди общаются на том языке на котором могут друг друга понять вот прикол чем так что блин на каком языке общается это совершенно не относится к тому что там это русский именно или не русский научатся те кто приехал сюда испанском будут общаться на испанском это все без разницы где мы остановились у дураков нет национальности наоборот считаю националисты дураки так чуть и ну не понял я тут про это молодежь к сожалению так общается чего она там общается чё там шок блин мы с этим ничего не понял сказал честно так сталкивались с таким что я к человеку культурно улыбаюсь он не нахамил неприятно ты им позитив тебе какашку хорошо в ориентине такого нет а так наталья я думаю вам не в ориентине на хамели блин если вы улыбались надеюсь я не знаю я вот что-то по-другому это все вижу так вина сада тепло не надо гнаться за богатством и деньгами все счастливы как есть очень эти чаще английского саксонской культуры делом и деньги деньги потребительству ну вот больше с этим вот человеком согласен не тоже прямо там вот как как есть такие счастливы конечно каждый стремится что-то лучше спору нет но во всяком случае он из-за этого не убивается и по трупам не бежит блин чтобы типа блин добиться этого лучшего так что он сможет сможет не сможет не сможет многие люди я вот смотрю даже провинции даже как мы их называем бедные люди там то все они гордятся тем что он вообще ходит на работу он говорит у меня есть раба ходи но то есть нормальная работа калории не уважает он и гордится он не страдает от этого что он блин не миллионер он живет и гордится тем что он вообще ходит на работу что он может отправить детей в школу он считает себя ну вот уже нормальным человеком а и не прется от того что у него там ну не знаю нету яхты блин виллы машины что у него блин бентли они блин там если у него хоть какая-то машина есть это слава господи было так так смотрел недавно на канале редакция про ориентину странная страна конечно столько возможностей такая разруха в экономике чем сам людям ничего не надо довольно тем что есть нет это немножко не так дело о том что эта страна была очень богатая до прихода всех этих перронов и всего такого здесь национальный банк аргентины физически не влезал еще один слиток золота потом пришли как говорят те кто за родину за за это самый но в общем социалисты коммунисты скажем так и почалось а в долгах как шелках и все такое зато они очень круто живут это раз второе разруха я смотрю вот честно говоря на богатую россию там разруха в провинциях побольше аргентинской будет так что знаете тут еще тоже сказать можно так то есть город есть город а как бы страна есть страна тут все же связано с политиками они со страной причем тут это самое я говорю если вы почитаете историю ориентины то вы будете знать что до прихода перрона национальном банке ориентины есть даже есть фотографии где стоят банкиры блины и хранилище национального банка сзади такие столько слитков золота что туда уже физически больше золота не влезала ну а потом пришли патриоты блин праве страной ну и вот правят до сих пор ну мы тоже надеемся все таки у нас выборы происходят у нас на выборах еще что-то меняется прикидывайте блин что у нас на выборах еще меняется там каждые пять лет какой-то президент четыре года меняется не так как у некоторых по 30 лет один тоже у нас все таки как-то меняется вот мы надеемся что в этом году у нас снова выборы а вдруг мы снова нового себе выберем президента правда можно выбрать и он снова будет вести такую же похожую политику и такое бывает конечно но все равно хоть какой-то развлекуха хоть периодически что-то меняется у некоторых такой развлекухи себе не могут позволить у них блин кого 20 лет 25 лет все одно и то же на хрен как стал первым президентом так блин нескончаемый пока только в гроб не унесли блин уже когда умер тогда поменялось зато называется у нас демократия у нас видите дикий край но каждые четыре года на выборах что-то меняется вот в этом году будут выборы я надеюсь пример ушел здесь будет изменение потому что смотрю уже на кандидата они уже принципе ведут скажем так негласно свою предвыборную компанию там с народом там с народом там уже с рыбаками сидит там уже где-то кого-то это сегодня ночью уже там где-то пожар на кастанере сур был там уже с пожарниками где-то фоткаются то есть наши кандидаты уже не спят они уже вот начинает фоткаться 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 чтобы везде в социальных сетях уже светится что-то как чтобы осмотрим чем дело кольца вот пишут чехи например общественных местах обращаются по-русски русские украинцы не здрасте не извините не пожалуйста местное население не в восторге ну а здесь видите здесь в общественных местах ты нигде ни на каком русском не обратишься только между собой тут никто его не знает и знать не будет тут только надо научиться на испанском обращаться здесь кому нафиг кто будет тут сидеть и переводить твой русский хочешь что-то спросить хоть маленьких одеть тебе надо выучить эти фразы обратиться на испанском языке вареньки не из моего сколько стоит моего я не видел не видел мою вареньки в россии на хамили прессами я частым людям хамят я же об этом и говорю что многие эту привычку долбаную свою никак дома не могут оставить они думают что вовсе в мире она так что типа если у него есть бабло то ли себя чё-то представляет он даже поверить не можешь он принципе здесь никто блин он сам себе вот создает вот эту иллюзию что если он с баблом то он там типа мой чё-то требовать что-то доказать что-то там что с ним буду считаться даже если он будет хамить а в ориентине как-то вообще я вот заметил что это вот фишка по барабану блин кто ты там про себя думаешь что ты есть на самом деле это всего лишь на все твоих мыслях блин так вы же сами говорили вижу вообще не комментарий был как раз на эту тему ну тогда я просто не понял я живу я не понял тот комментарий может она и я и не понял я же я варить вот здесь со мной такое же происходило когда-то не не потому что там грубая никогда им не был принципе тем более когда приехал тут тогда не было даже интернета тогда не было вот этих сообществ тогда не было никаких чатов телеграмму там страниц в интернете это был 96 год интернет еще не существовал как таковой соответственно здесь ну мало кого встретишь на улице поздоровайся пообщаешься все вот это все твои знакомства то есть с одной стороны конечно нам приходилось все узнавать сами и узнавать такого рентинцы потому что где еще было как узнать соответственно было все время учить язык с ними общаться ну вот примеру я тогда еще заметил те годы когда я подъезжаю и хочу у кого-то что-то спросить или пока подходить к человеку и что-то спрашиваешь мне один случай так запомнил что с тех пор я это надолго запомнил когда один мужик улицу подметает а мне надо было проехать другой город и или в этом городе что-то найти я так вышел к нему подошел я говорю слушая а как вот блин найти вот то 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 или проехать туда то он как мел так и метет улицу я смотрю раза два-три у него спросил он не обращая внимание я так сел свете говорю слушай наверно глухо не мой типа блин не отвечает он такой говорит сначала надо сказать здрасте блин если хотите чтобы тебе что-то ответили а до таких говорит не культурный как ты были мне даже отвечать не хочу соответственно у меня сразу врубилась блин о чем шла речь почему мне не захотел вообще блин отвечать потому что я даже не сказал здрасте там оля китай там то все блин а просто начал мне надо проехать туда окей надо тебе иди сам ищи это вот этот пример я тут помню на все время так просто хочу подсказать что так могут быть со всеми не только со мной так когда-то было каких-то годах так с морепродуктами будем совесть и все плохо креветки и репешки и рыба в изобилии или нет я так понял что распустил только мясо или ошибаюсь смотрите смотря где к примеру мордель платье с морепродуктами очень хорошо но тоже в некоторых местах то есть будем исходить из того что в основной своей массе в основной своей массе городские жители в аренде не едят рыбу в основной своей массе соответственно во всяких супермаркетах самый бедный отдел это какая-то там дохлые кусочки рыбы какой-то то есть дохлятина от рыбы она не продается соответственно и держит ее очень мало мясной отдел здоровенные винные здоровенные овощной отдел здоровенные а вот рыбные очень маленький в любом супермаркете а в маленьких супермаркетах его вообще не существует почему-то потому что они не продадут кому это редкость кто ее купит но для любителей рыбы есть три варианта первое езжай лови бросай в морозилку и ешь сколько хочешь во второй вариант иди в китайский район или есть пескадырии именно рыбные магазины они редкие но они тоже есть даже аргентинские но лучше всего иди в китайский район там до хренища рыба потому что китайцы рыбу едят и все знают что там у китайцы рыбы полно или вот как марты плата другие города там на побережье там вот в портах тоже там все рыбное иди моллюсков бери любых там бери любых креветок и не так хоть и у рыбакова покупай хоть магазина где они разгружают то есть для желающих найти рыбу они ее найдут креветки и моллюски все подряд но основная масса ориентинцев рыбу не кушает и потому они кушают рыбу знаете когда когда на паску там есть вот одна неделя что надо там что-то рыбу кушать и по моему это вообще превращается в один день какой-то когда они рыбу должны кушать и вот тогда религиозные бабки идут в магазин купят две филешки еще будут у продавца спрашивать как их приготовить эти две филешки потому что это типа бог велел в этот день им там кусочек рыбки съесть они потому что они до этого года и в рот не возьмут эту рыбу соответственно и выбор такой но это не значит шоу поселках которая живет где-то отдаленного города и где-то там есть река хорошая типа рионера парана там то все что там рыбу не я там конечно люди рыбу едят ловят едят употребляет рыбу для питания скажем так основная масса рыбаков в городе рыбу ловит и выпускает в том числе и я ну в городе объяснял почему городе грязно потому мы еще рыбу ловим и отпускаем они потому что мы там городе есть город сточные воды и канализация вся эта фигня на хоть и очищается но вот дождь прошел улице и вода с улиц куда слетает в реку и смотря какое какая рыба к примеру есть рыба хищная дорадо пехерей сезонная хищная рыба налой другую рыбу есть там приходит по сезону тут еще более-менее можно как-то решать будешь ты и кушать или нет а есть рыба которая живет со дна наподобие сомиков карпов всякое такой саболев эту рыбу я бы вам не рекомендовал кушать под буэнос-айросом по одной простой причине что если она живет круг и вот здесь живет со дна и туда всплывает все что вы метается в городе я не буду что это классная идея пожрать эту рыбу потому как правило мы ее выкидываем обратно в воду большая она маленькая туда лампочки хотите нормальной рыбы ловить ее за городом там где нету каких-то сел которые что-то сбрасывает нету фабрик которые что-то сбрасывает на просто на любой речке наловите на рыбы здесь полно в аргентине лицензия на рыбалку дешевая то есть принципе половина тут вообще я никогда в глаза не видела ту лицензию половина некоторая берет но она очень дешевая берите ловите хотите покупайте то есть при желании найти всякие морскую рыбу и все да пожалуйста найдете купите и и будете брать вообще отвечает что-то это пикает у меня ватсап я потом посмотрю дело в том что я утром послал одной хозяйке один домик за 500 километров отсюда спросить сколько у нее домики стоит и она мне ответила сколько домики стоит но теперь она что-то резко активизировалась еще что-то там отвечать я думаю она сейчас начнет предлагать какие-нибудь скидки так как я отнесся сказал спасибо если что я вам перезвоню и на том закончилась я думаю сейчас начнутся какие-то скидки так мы живем сельская местность хотелось бы снять дом приблизимо подобном месте в арентине но видео об этом говорят же большая проблема живем таких местах так ли это я думаю что не так я думаю все зависит от того каких местах я слышал о том что дома снимали у хороших поселках очень даже нормальной цене и все в таком духе но вы должны знать что поселок из поселок поселок это далеко от города может быть и это значит там может и не быть хорошей больницы может не быть хорошей школой еще каких-то услуг но есть люди которые найдете захотите найдете скажем так я бы не сказал бы что это прямо там нереально сделать я думаю как везде вот как вы дома считаете можно ли найти или нет надо смотреть какая провинция какой район какой поселок сильно туристический где прямо там не знаю на океане на побережье это одно просто в каком-то кампо это совсем другое пивовару многое объяснил по поводу проблем экономики объяснил так объяснил я не смотрел не знаю что там кто объяснял сказал правда я не смотрел понятия не имею что такой пивоваров скажу вам честно не потому что там это самая правда не имеет понятия пивоваров шансов объяснил но если вы считаете что правильно объяснил я с этим спорить не буду боя не видел так недавно смотрела видео девушки живет в деревне близ кордова еще ряд аргентина банановая республика деревня обычная но все так ухоженно и красиво ровные дороги ухоженные газоны смотрите я вам объясню одну ситуацию к примеру тоже чтобы вот есть слово вижу вижу в городе буэнос-айрес это бедные районы самострой самозахват земель это наркотики и все что с этим связано это тоже вижу но в то же время вижу и может называться поселок допустим там вижу лангустура вижу дела винта на вижу пивки в общем вижу и может называться просто поселок и эти вижу могут быть покрасивее блин города большого вот вижу лангустура в баре лочи вы поедете посмотрите или возьмите гугли карты какие-нибудь приблизьте и посмотрите и вы увидите шубы вам еще райцентр у себя дома такой не найдете как какая-нибудь вижу какой-то поселок примеру хорошим аргентинском месте там около каких-то гор еще где-то или в кордове там а может она называться вижу и все будет вижу это ну типа это же сама захват это наркота это нет это слово применяется в двух значениях вот если в городе то вижу применяется к этому а есть название такое вижу такая то это блин вообще вилла скажем так я не вижу так что поселки разные бываете хотел сказать есть такие где конечно все такую ну там в поле трудятся есть такие не хорошие курортные места и там это вижу и этот поселок выглядит так что ты еще позавидуешь блин чтоб там жить нам бы получится новому на самом деле это правда дорога правда хороший в аргентине да правда дороги очень хороший в аргентине не без того что вы где-то можете встретить грунтовку ну это понятно что могут быть грунтовые дороги нету ну в основной своей массе дорога которая обозначенная на карте она очень хорошая вот асфальтированные могут быть подремонтированные дороги редко я вот сколько езжу на машине очень редко встречал плохую дорогу или это уже заброшенная который уже не пользуется и она отмечена что это заброшенная дорога вот есть такая называется старая рута трески по старая дорога номер три построили новую старую забросили а там ямка на ямке и никто ее не ремонтирует там лисы бегают кролики всякие и все такое но она и отмечена что это заброшенная дорога они потому что это а в основном все шоу дорога то она обслуживается на платные дорогах там вообще ну как бы 130 можно ехать у нас такие правила за горном просто на обычных дорогах 110 но можете поверить что вы просто так ночью 110 дети по дороге вряд где вы найдете яму в которую вы влетите и там типа с вами что-то может случиться может быть бугорки потому что ямки засыпаны и все такое подремонтированные но чтоб такого прямо там я мы еще что-то такая редкость только на заброшенной дороге можно как бы там найти но в основной массе нет дороги хорошие мне лично нравится интересно вас смотреть на мой взгляд очень адекватным взгляд на многие вещи спасибо за ваше видео даниил спасибо так езжай лови рыбу не нужны лицензии сборы своих правил где когда кого ловить не нужны лицензии и сборы и строить правил где кого ловить нет неправда рыбу лицензии нужны в каждой провинции лицензии нужны вот они обязательны просто другой вопрос у на они не так сильно контролируется ну как вам сказать я щас попробую объяснить примеру на рыбалку провинции буэнос-айресу даже уходит весь город буэнос-айрес побережье на пляжу примеру там мордельплата то все аж до объедем и практически до ведь мы это уже долги начинается провинция рио негро вот лицензия берется по интернету стоит она очень дешево стоит она где-то в районе по моему 100 песо на год это ничего это практически вообще ничего молоко наверно литра стоит дороже чем чем это это один йогурт купить но лицензия нужно другой вопрос что я к примеру прямо вам скажу за 26 лет жизни в ориентине у меня ни разу не не спрашивали это не значит что она не существует еще и ну как бы не надо брать но я не жду пока у меня спросят и потом можно получить как говорят отберут и удочки все остальное как правило провинции буэнос-айресу я сказал лицензия такая она стоит очень дешево сейчас я тут кое-что закрою но он покажу вот ну свой документ так сказать закрою и полностью это вот лицензия для рыбалки на этот год вот номер моей лицензии и годная на до 4 9 23 года вот я брал 4 9 это на провинцию буэнос-айрес вот она у меня в кошельке лежит и машине второй экземпляр бардачке валяется вот и имеешь право ловить на океане имеешь право ловить на реках озерах есть свои правила не очень маленькие там брошюрка этих правил когда там какой-то нерест идет и то и все даже в нерест субботу воскресенье выходной ловить можно вот и это все теперь есть моритима она и так сетями принципе можно ловить в океане но ты можешь взять еще морскую лицензию провинции боем сайлс она будет стоить еще дешевле это типа сетями вообще в океане ловить но теперь берем допустим другую провинцию рядом провинции интерьерис называется у них лицензия не на год целый как здесь вот я показал у них лицензия до конца года годовая считается них и два типа лицензии на рыбалку 1 на 4 дня туристическая 1 на год как они говорят на год но это не на год и тут до конца года и примеру последние цифры которые я знаю мой сейчас подорожало было такое на четыре дня стоило 1200 а у провинции буэнос-айреса 70 или 100 вот на 4 дня а на год типа 1900 но теперь я уточню такую примеру и берете 1 декабря эти на рыбалку провинцию интерьерис и вы хотите взять лицензию вы останавливаетесь после второго моста сара ты там называется есть будуч который называется фауна фауна это то чтобы дает лицензии то что проверяет эти лицензии это служба такая вот и вы говорите я еду на рыбалку вам предложится годовая за 2000 или на четыре дня за 1200 какой вы возьмете ну понятно скажешь блин голову и возьму добавлю чуток зато целый год буду нет если в начале декабря брали значит ваша давая закончится 31 декабря это уже года она у них год не так считается от того числа до такого-то числа не считается до конца календарного года так что тут надо смотреть в каждой провинции свои правила свои цены на лицензии но они есть во всех провинциях так что то что стали нет не надо эти до ловите нет это неправильно надо вот но не как бы вам сказать вот так как я раньше говорил что у вас могут никогда за нее и не спросить вот чем прикол то есть вы можете никогда себе эту лицензию ею не воспользоваться так что то у меня тут хочу почитать комментарии они где-то пропали сейчас придетут где мой комментарий так что за байка метры комментарии ладно мы сейчас другом телефоне включим комментарии большого то у меня тут пропали может а тут позже а вот пошли так что лицензия на рыбалку нужно но есть конечно большая половина оригинал которые никогда в жизни не берут и никогда не попадались на то чтобы кто-то проверял с этой лицензией вот как на это правильно рассказать хек ловится хек в оригинте что такое наверное мерлуза то что мерлуза продается не знаю ловится не ловится но в китайском районе паром мерлузы она продается борелочь это масштаб для посещения кстати как с тротуарами буэносайс раздолбанные дороги есть многие разбитые раздолбанные тротуары как правило как правило капиталь федерале я особо не видел раздолбанных есть который постоянно ремонтируется у нас тут как вы знаете чтобы ну как бы дело не стояло положили тротуар плитку поменяли тут пришла какая-то фирма подолбала тротуар положили какой-то кабель там или они там интернет протягивали или там каком-то новом построенному дому они прокладывали к примеру кабель электрический там еще что-то они пришли порубали всю эту плитку положили кабель но эта фирма потом не закрывает он приезжает третье они поэтому поремонтировали типа этот тротуар положили плитку но потом показалось что это плитка по центру который заложили дырку для кабеля не такого цвета как это приезжает снова городская служба снова срывается плитку снова перекладывать весь тротуар и это вот бесконечно то есть вот ремонт и на тротуарах могут происходить бесконечно но на тротуарах на всех перекрестках существуют съезды для инвалидных колясок это обязательно всякие пешеходные переходики как правило даже где там плитка старая еще она ремонтируется постоянно это правда то есть ремонт очень такие частенько у нас тротуарами делал том что подскажите пожалуйста качество домашнего интернета в арентине буэнос-айресе можно ли подключить 100 мегабит сколько примерно будет стоит такой тариф безлимитный да и можно и 100 можно и 300 подключить можно и фиброоптику подключить вот оптический интернет и можно по телефону подключить большой скорость интернета и все это безлимитно то есть платишь из-за того какую скорость и выбрал помесячно но он безлимитный сколько стоит не знаю надо вот смотри честно скажу даже вот не знаю сколько стоит там высчитывать и высчитывать вот у меня дома допустим 300 скорость интернета 300 мегабит в секунду так что да можно спокойно вы на юге отдыхали в патагонии барелочи да давно правда очень давно потому что далековато и давно отдыхали но да мы были в патагонии несколько раз барелочи тоже барелочи были одни раза патагонии ну раз пять я был так может ли турист без манежи открыть свой бизнес небольшой нет не может мне кажется что практически в любой стране турист не имеет права открывать никакой бизнес потому что для того чтобы открывать бизнес надо регистрационного инспекции надо иметь документ легального проживания в стране они турист и платить налоги это также как меня спрашивали но если меня будет пмж потом я открою ему атрибута а потом меня начнутся какие-то проблемы я захочу уехать в аргентину из ориентины ну как бы смогу я уехать там без сталкивания с налогой инспекции все такое я думаю что сможешь вопрос в том что ну я не видел что где-то налога инспекция новых в аэропортах стоял и проверял а кого там налоги плачали в кого не плачем и это раз второе ты не влезешь в дикие не успеешь влезть дикие долги с налоговой инспекции потому что там два-три месяца не поплатишь тебе уже начнут тревожить и ну как бы сколько там задолжайся за тобой бегать я не думаю редко было такое что там не выпускали кого-то там куда-то лежать при каких-то диких долгах но то было из тех которые там чуть ли не миллионеры там очень сильные какие-то у них были задолженности такое какое-то было на простым людям это практически не относилась но турист он и есть турист не путайте турист это турист ты без визы въехал потратить свои деньги походить по ресторанам поплатить пожить в отелях дорогих вот это туризм называется никакого бизнеса никакой турист вести официальным путем не можем конечно все кто приезжает они туристы но они думают что они получат паспорта они уже начинают какие-то крутить между собой бизнеса но это все нелегально это между собой но это понятно так они будут там крутить и крутится это да но легальную никто пока не получен никак быть какого-нибудь ну как бы официального статуса в стране не сможет кроме вот если украинцы приезжают тут есть своя программа им сразу дают там виза на три года с правом работы потому что они считаются ну как бы беженцами от войны вот так и эти да они могут сразу открывать бизнес и все что хочешь здесь мало так еду потому что тут никакой другой помощи нет кроме документов а которые приезжают русские они считаются беженцами от войны и никаких таких статусов они не получат потому что они считаются беженец от армии не является пострадавший от войны так что нет сколько вы платите за 300 если помните нет не знаю вообще высчитывают карточки как говорят когда-то оформлялись и немножко по скидкам потому что мой сын старший работает в этой компании которая связана с этими интернетами ему как работнику там платит ну типа зарплаты немного высчитывают за это дело он поставил нам думает интернет даже честно скажу не знаю сколько он там с него высчитывает я знаю что как с работника этой компании которая дает этот интернет ну им дешевле выходит но я думаю вам надо зайти на сайт фабертеля или каких-то таких и посмотреть там все написано или сейчас если хотите я даже могу приблизительно сказать сейчас только мне надо набрать час я наберу сайт фабертеля и посмотрю сколько стоит интернет так вот сразу высвечивается смотрите даже заходить не буду вот а ну-ка так чтобы вам было видно вот написано второе снизу видите 300 мегабайт 2490 то есть две с половиной тысячи песо месяц за 300 мегабайт вот я вам и ответил так что очень все просто решается набираете сразу высвечивается так что же мне как беженцу прикарию не дадут беженцу откуда напишите и посмотрим если вы беженец украины так вам дадут на три года тот самый как бы визу с правом как вот мы мы ехали мы получали визу на год с правом работы сразу идти устраиваться что-то делать где-то жить платить налоги то есть и живи и потом ты можешь продлевать вот мы приезжали по такой визе в свое время в 90-х годах 96-х годах вот то есть потом раз году мы продлевали сейчас украинцам от войны дают на три года по моему и с правом того что он есть и хочет это его желание он может подать на постоянку потом ну и остаться жить на постоянку и там на гражданство и все в общем процедура это дальше продолжается а если кто-то считает что он беженец из россии еще он убежал от мобилизации ну официально для страники никакой не беженец какой ты пень беженец отчего ты убежал от мобилизации ну так мало ли кто в армию идти не хочет это дело такое для аргентины ты не являешься никаким беженцам так так что не знаю все зависит оттуда роман ты хочешь бежать в числе за беженцы рассказали посидели по три недели еще что-то пишут или нет пока не пишут 4 быстро отвечая но вы не успеваете писать ваши вопросы 10-15 до почему вареньки 51 процент безработных ну сейчас смотря как считать сейчас дело в том что я щас объясню тему безработных во-первых в аргентине есть куча безработных потому что многие не могут найти работу еще есть многие которые не хотят работать не хотят работать потому что им правительство дает пособие по безработице ну она там называется планицus ланисро реалия дает работу она им какую предлагает замены этих пособий они должны там пойти к примеру на митинг сходить за правительство взять плакаты постоять поорать это их не обязанность они способны получать им надо дать ходить на митинге потом я видел бывает раз сколько-то там раз какие-то месяцы их могут дать участок улице какой-то потом эти шпатели они ходят на дорогу по улице и шпателями объявление на столбах наклеенные сдирают это их не считается социальная работа такая но потом у нас стало еще смешнее у нас этот самый правительство что придумала она придумала можно атрибута это типа ну сама заняты или как-то так можно назвать или предпринимателей она придумала одну категорию которая такое социальное можно атрибута то есть для бедных можно атрибута то есть у нас в принципе вот ты был безработным получал пособие теперь ты будешь такой социальный монатрибутист типа самозанятый социальный которые не платит налоги а которому это пособие считается как его доход то есть раньше ты был безработным но теперь ты считаешься занятым так что с таким подходом у нас безработных вообще пропали у нас теперь каждый бомж может быть социальным монатрибутистом то есть самозанятым социальным социальным типа таким что знаете которому государство платит они он платит налоги но он то числится так что у нас безработицу быстро так и побороли а так конечно ну как люди же не все прямо ищут любую работу есть вот допустим безработные до примеру там не все хотят прямо идти на стройку я вот что-то не вижу тут бегающих русских которые ищут работу на стройке к примеру видите а вот работы не имеет но он не бежит на стройку устраиваться там блин или крестись на улице там подметать тротуары нет ниже его достоинства ну так ориентинцы так же сам они все же хотят прямо вот конкретно рептись просто не знаю на полях картошку сажать но не пойдет он еще такую как ему подойдет как он хочет как он считает нужным какую работу найти соответственно бывает такое что и работа есть да еще на нее фиг найдешь а вот много раз вас бывает просят на улице что-нибудь ну к примеру падай падай жить не на что а вы подскажите ему что к примеру в таком-то киоске берут ну типа на работу так он вам сказать ты че дурак не что ли у тебя деньги просил а ты мне работу говоришь какая нафиг работа так что если такие люди не всегда же прямо все действительно блин схвачу лопату побежу все делать вот потому и есть такое что и трудно безработных на хренища а с другой стороны есть области в которых еще хрен найдешь все хотят учиться на колонна адвоката на психолога блин мало кто хочет учиться к примеру на инженера к кораблестроителя так я вам тысячи вопросов написала неудобно вам голову забивать а забивайте пока блин света не пришла все равно здесь сидеть забивайте не успею ответить следующий раз расскажу так добрый вечер какой сейчас курс песо курс песо сейчас скажу сейчас открою интернет и тут же поглядим доллар ой напишем и будем знать так доллар блю ой лана сьон котиза сьон для доллар котиза сьон доллар блю крониста возьмем любую газету на сегодня да и посмотрим сколько сегодня доллар сейчас а ну что пиши лана сьон лана сьон это наша национальная газета так доллар официальный сегодня покупая государству доллары по 179 продает государство доллары по 187 это если вы работаете в президентком дворце то это вам такая цена если вы простой человек то блин закрыть так то вам сегодня доллар покупает у вас по 355 а продают по 359 вот вот он доллар на сегодня но так как у нас доллару до хлина то у нас еще доллар туристом 375 доллар кархи это 328 доллар мэр доллар мэр и то этого самого на на торгах за акции там 327 доллар сын может сох это 336 доллар мажориста 180 блин евро он проб�ента 190 200 но это государство поняли у вас устроила сколько у нас доллару вот сколько долларов надеюсь так что мне встречу вот так видно немножко видите там вот строчки это не удалом на сегодня ну конечно кто-то сейчас к 2 какая лафа они не знают я вот смотрите доллар официаль 187 буду куплять а потом доллар был буду продавать по 355 какой бизнес блин 187 куплю в банке по 355 продам бри в обменнике ну 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 это называется да да так и будет так про курс доллара рассказали уровень безработки в аргентине вырос до 7 и 1 3 квартале 20 максимальный уровень достигал 20 а минимальный 5 и 9 ну наверно я на эти вот которые сказки правительственные даже не читает ну в принципе ничего не отображает это что слушать блин это у вас дома президента это тоже самая хрень вот нигде не переживут по 51 не нашла такую инфу привет из крема приезжайте летом в крым на отдых поедем на рыбалку светлане привет смотрим вас первых видео молодцы юрий спасибо вам за приглашение вот остановится все это война и обязательно над вашим предложением подумаем вот как дела в сельском хозяйстве в стране сельское хозяйство в стране ну когда правит кишнирис всегда плохо по одной простой причине что она очень любит сельское хозяйство наша правительница она этот самый ну всегда вот с ними была в контрах спорах обложениях налогами отобрать за поставку сельхозпродуктов зарубежно отобрать доллары как говорят государственная казна ну а вы знаете государственная казна это карман того кто сегодня над этой казной правит вот так что пока так никто не не спешить особо до продукция дорогая как говорят нет хозяйство последние годы вот лет 20 она не развивается сельское хозяйство она наоборот уменьшается раньше едешь посмотришь на право посмотришь налево коровы до горизонта пасутся мясо полно фермеры довольные ездят на машинах теперь же из них чуть ли не делает классовый такой развивает классовую что ли противоречия говорят вот смотрите у них там тойоты типа четыре на четыре машины а мы тут бедненькие ходим они такие цели гнут они же не хотят качу да а какой другой машину им по своим полям может погасать чтоб там привести эти мешки и все конечно надо крутые машины но они считают что они зажравшиеся богатые так настраивать и победу против сельского хозяйства соответственно скажем так не любит наше правительство сельское хозяйство россия близка к победе гарик не смеши меня честное слово это раз второе блин какой нахрен победе чужую страну захватить ой не молоти мне гарик лучше не сыпнись как говорят это самый ура товарищи гарик в бан шагом марш раз-два раз-два по армейски так хорошо не хочу даже хуйня себе голову забивать также гарик с победой тебя только пошел ты вместе со своими победителями так так еду на две недели посмотреть ориентину куда посоветуете съездить смотрите если хотите действительно ну есть деньги погонять по аргентине я посоветовал посетить само собой какую-нибудь типа мардыр плату посоветовал посетить посетить бы посоветовал амбаре лучше очень бы советовал посетить такие края что они запоминаешься такие если еще хотите так покататься чтоб сразу все равно вот так крутенько это смотря чем будете кататься если самолетом это одно если машина это другое но посетить можно самые разнообразные места наподобие есть океан есть горы красивые типа барилочи в том районе не обязательно город барилочи можете ниже поехать там немецкие колонии все остальное можете поехать как говорят на катараты туда ближе к бразилии на водопады который тоже считается юнесту чудом света я бы дохренища посетить но вот это чтобы посетить как бы катараты посетить барилочи ну не знаю ледники посетите на самолет сядьте слетайте усула и туда посетители руки край света увидите я где-то такого стиля нравится пустыне посетите пустыне посетите хухуй посетите вон там есть цветные горы в тех краях полно полно отчету ли бы денег было и здоровье летать туда-сюда к между всеми этими если деньги есть тут можно оторваться действительно на всю жизнь эмоций набраться так давайте без этой темы про войну ну пожалуйста из этого турист или не досмотрю думаю не только он так а мы уже отвлеклись уже гарри побежал воевать раз-два мы и дальше продолжаем про то что продолжаем так спасибо из-за границы трудно смотреть blue курс выдает официальный нет я вот так как я вам пока пишите так доллар ой есть такой сайт называется ну надо испанским писать доллар ой типа ой это сегодня доллар сегодня и там высвечивается все вот эти курсы и биржевой курс и высвечивается курс этого самого и сахара там и туриста и все подряд так откуда данные что сельское хозяйство упадки откуда инфу берете я инфу не беру я блин с людьми разговариваю и вижу как выступает наше правительство против сельского хозяйства вот оттуда инфа и вижу какими налогами обкладывают когда их не доллар и пытается вернуться из сои блин обратно в аргентину я инфу в газетах не беру я здесь живу и смотрю и общаюсь с людьми и вижу выступления правительства и все остальное вижу как относятся допустим там на рурале рураль это типа выставка достижений народного хозяйства который принадлежит так сказать ну вот как бы хозяйству народному когда там собирается те которые занимаются крупными сельским хозяйством поставщики сои там выставка этих самых лучших бычков там еще такого все все хозяйственное рурально полермо то как к этим выставкам относится правительство и посещает она или нет и какие заявления она делает вот поэтому я и беру и плюс я езжу пол за городом и вижу сколько сейчас коров пасется и сколько паслось раньше как люди блин раньше продавали блин свои товары покороть и не они сейчас продают какой выбор склонолица а он не писали надо ответить и сейчас пишет ли они добрый день спасибо за ваше видео подскажите можно ли вы крестах мордельплаты в океане нырять смазкой и трубкой нырять можно но я бы сказал так смотрите если просто с пляжа нырять вы ни черта не увидите потому что надо заходить очень далеко прибойная волна вас будет шкала шматить вы там не наныряетесь надо ехать в такие места наподобие сейчас чуть чуть дальше туда во первых за мордельплату в сторону вниз туда вам надо за миромар ехать вот не кочей а вот в таких местах вам надо нырять где-то или даже даже от мордельплаты до миромара когда будете ехать там тоже увидите там есть такие руины скалы где можно ну как бы вода них разбивается и за ними можно понырять и поохотиться с рыбой даже недалеко от мордельплат в километру за двадцать пять будет там увидите место будет видно прямо с дороги а если совсем нырять и совсем так нас создаться всем вот этим делом то вам надо ехать ниже чем лас грутос вот груд и потом фуэрто мадрин вот это там для подводного плавания просто рай там даже школы подводного плавания там можно получить международные сертификаты которые признаются во всем мире о подводнике о том осем там вы можете плавать нырять охотиться там нет волны там отливы приливы и спокойно в этих заливах очень спокойная вода там можете с котиками плавать с морскими чем хотите так что ниже мордельплаты можно выше мордельплаты вообще не знаю таких мест где можно выше мордельплаты а вот от мордельплаты от мира мара в принципе и дальше уже места такие найти можно обязательно так или может на катере можно куда сплавать на катере можно сплавать куда хотите но если это на рыбалку снимаете катер платить его первый катер можно снимать там бывает на 8 на 12 рыбаков все складывается в складчину платят деньги тому кто везет и он возит на рыбалку на четыре часа как правило с утра и до обеда потому что дальше ветер больше поднимается волны становится больше это рыбальские а именно для плавания для подводной охоты для всего начинайте от мира мара и ниже тогда да вы найдете а если там пуэрто мадрин лас грутос там вообще просто для этого все создана даже даже от ведьмы от ведьм это просто для этого все создана начиная от ведьмы это от мордельплаты вам получится до день мы сейчас я вам даже приблизительно и посчитаю сколько это получится чтобы туда поехать и наслаждаться уже но думаю где-то и там думать и он трубиться получше ну или ближайшие такие небольшие участки это не кочей а и около мира мара привет дядя лёня привет все время искал ответ на вопрос почему я чувствую ориентину свободной и такой притягивающие релаксация пивоварова потому что в ориентине испытывает не пытается уничтожать человеческого достойного так в точку принципе да с этим согласен привет 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 так это привет и принципе с этим согласен что в ориентине никто не пытается огнобить другого заметьте допустим вот рестораны да я вот вообще не слышал нигде никакой про дресс-код блин там шо ой тут ты блин мордой не вышел у тебя блин ресторане пустят или еще куда-то вот или в музее там какой-то блин дресс-код такие выдумки и вообще вот а в других странах то смотрю фильмы там блин ой там блин ты с кем ты можно не вышел ты не так одет и не при таком пиджаке да блин вареньки нет и хоть не знаю ну конечно если бомж попрется в ресторан наверно может его не пустят чтобы он там ну как бы был уже совсем вонял там блин и 5 10 но это не пинка дадут а дадут что-то ну не знаю бутылку вина там или какой-нибудь бутерброд скажет на чувак иди там где-то покушайте по и все думаете как бомжи по примеру здесь попрошайничают еду подходит станет под под магазином и стоит просто стоит даже не обязательно и прости они шабон ушел они ничего не вынесут раз пошел стал под другим а зимом стоит таких миллион и знал бомжи которые у нас раньше жили ему не миллион конечно при увеличении но у нас было там два-три таких бомжика на районе они постоянно вот там сначала идут под хлебный магазин станет такого дверей просто тупо стоит ну и они не хотят чтобы он там под дверями стояла нему раз хлебушка там пакетик наложили далее он пошел стал под китайским блин супермаркетом там стоит китайцы растам саму дешевого вина вынести далее раз пошел где-то постоял там ему бутербродик дали всего насобирал пошел сидит где-то в сторонке кушает сидит то есть мне тоже его там пинками гонят или что или там часто видел раньше особенности сейчас уже так как бы их и не ну есть встречается но уже так как бы не знаю на районе у нас чтобы там постоянно где-то лежали уже нету а раньше были такие лежанки скажем так так вот так смотришь особенно зимой и лежит там бомжик каких-то коробках идет бабушка там или женщина блин с ребенком матрас не суть принесли и она ребенку пока это вот надо людям помогать видите да ему матрас и вот там ребенок блин сует ему этот матрас он там блин всего матра взял поблагодарил вот она приучаешь и по людям надо ну давайте тут смотришь другая идет с этими самыми несет сетку какой-то еды там принесла отдала все некоторые сяду с ними поговорить и по как тебе плохо то есть народ такой участие в этом вопросе пипец блин они такого понятно напьются некоторые некоторые орудные нормальные но тоже как бы как но голову ударит может быть но другой стороны народ здесь вот как бы друг другим по нормальному то такой участие вы скажем так не тоже обшел отсюда там идеи там ты не такого я вот там крутой блин нет тут такой хрени нет конечно это не значит что тут когда едешь на машине никто тебя там не подрезает не ругается не вебикая друг другу конечно это все есть блин особенно водителей это все присутствует но так между собой народ по добрее будет скажем так так дресс-код терпеть не могу я тоже я он блин сижу в шортах осела лапки шорты чтобы удобно было здесь народ как бы одевается чтобы ему было удобно не так как вот одевается ну как бы по дресс-коду только тот кто идет на наняты на работу там ему фирмы сказали он так сидит он так сидит а обычный народ придерживается вот и сейчас жарко какой пендер из кода он на себя шорты на тянет какие-нибудь даже и порваны идет вот туристка тут идет вы наверно не видите это вообще он посмотрите рюкзак спереди рюкзак сзади на ней нагруженный в шортах и телефон и стримит идет тоже по буэнос-айрус и девочка так что проходила тоже идет телефоном так стримит блин два рюкзака на ней висит и ходит себе по буэносу так бывали ли у кордове как вам кордова если вы там бывали смотрите самом городе кордова не был проездом был объехал по окружной дороге скажем так так что практически прав в середине кордовы не был был провинция кордова мне понравилось провинция кордова мне понравилось то есть был под кордовой был там но вот этих их ну как говорят диким на поселках был жил там неделю путешествовал по кордове переезжал через их не горы на другую сторону кордове туда сан-луис а там останавливаться жил то есть все эти городки дороги и люди отношения мне нравилось но в самом столице кордовы я не был я просто как бы до нее доехал и была окружная дорога и я поехал карлос пас так что все остальное в кордове мне понравилось плохих никаких ситуаций или ощущений или каких-то неудобств я там не чувствовал себя чувствовал превосходного типа как 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 везде то есть никаких найти есть такое как вот ты даже можешь не поймать почему но ты чувствуешь себя как-то не уютно или как-то не так или что-то тебе не нравится или на тени так смотрят вот блин какой-то тени уюта есть когда ты ну как бы на расслабоне тебе принципе все нравится и всем наслаждаешься вот когда я в кордову ездил и был там неделю по кордове ну вот я где-то так типа себя чувствовавшим наслаждался в любых городках любых местах где останавливался куда мы ходили то есть мне понравилось кордово в интернете зубной девушки сутки уже не могу выяснить почему по ее мнению розовые волосы в 60 это нелепо и надо одеваться по возрасту почему людей в голове ой вы не видели наших блин как говорят один женщин им вообще все по моему барабану типа ну насчет там как одеваться они как хотят так и одевается хоть 60 хоть 80 блин одинаково тут был дедок раньше тут показывали потери куда у бабушек они там прав прямо выросли конечно ну скажем так в этом баре лочи то есть они это их не родные места но им там показывали там 80 они на лыжах зор пускались постоянно две подружки один дед у нас тут по буэнос-айресу гонял ему тоже там по моему под 90 он ездил на роликах каска на каске тут такое еще зеркало как от велосипеда было прилеплено чтобы он типа назад видео он каждый день на роликах катался по буэнос-айресу шортах во всем они по возрасту сидел и семечки щелкал блин на при на при этом самом и телевизор смотрел на при печке но на роликах блин 90 он катался со своей каской все его тут знали а сейчас вот и есть бабушка которая всегда выскакивала фанатка которая всегда выскакивала и прыгала между этими шагами между фанатами футбольными когда шел чемпионат мира по футболу и и тут уже весь бой нас айрес узнал и уже назвали что она бабушка всех этих по футбольных фанатов и когда вот выиграли чемпионат мира все фанаты поперлись под ее дом она флагом махала с балкона они все прыгали и кричали типа буэлла буэлла ля-ля-ля-ля-ля-ля пели песни под ее домом и все потому что это бабушка очень такой ярый футбольный фанат так же тут люди ведут себя так как они считают нужным себя вести я всегда говорила есть одна жизнь в эти все сказки про загробные про потусторонние себя не будут это классно а если не будут так надежно просираем ту который есть вот сейчас есть одна мы ее просираем ждем когда будет то другая green да видите вы себя бреннуя естественно как вот вам нравится так себя и ведите одевайтесь как вас прикалывает так и одевайтесь и пленте вы вообще на то что другие скажут просто вот плюньте не смотрит его не обращайте внимание на то что люди скажут то какая вам хрен нравится может вы этих людей в жизни никогда не увидите может они с вами не по не знают о вашем существовании вы будете их стереотипом лин гонять что они там говорят какая вам на хрена за что они там говорят ли они человеческое достоинство не попирается со стороны правящих элит думай эту правку взял военный переворот 76 году самые разные страны сша и так далее намного не свободнее чем аргентинцы может и так я не вдавался в такие подробности откуда это пошло я просто констатирую то что здесь происходит а откуда она взялась я такую историю прямо сам не залазил так по поводу языка вы правы у нас языковой школе сертификата 2 но на практике аргентинцы говорят быстро и сложно очень понимать но хотя бы можем объясниться и понимаем что отвечает но это уже а дальше вы сами научить вам не школа надо вам надо с аргентинцами общаться они если шо он сами подскажут как правильный сказать но с каждым запас мать и с каждым днем молодцы вот приветствую ну а я тоже заметила что уже понимаю по испански говорим даже понемногу пишу комнаты на ютубе не пропадем а я вчера включил себе ну правда не дослушал но что-то мне выскочил и я включил послушать есть типа изучаем английский язык 8 часовая лекция для сна типа спишь и слушаешь они там говорят а ты типа запоминаешь но больше всего меня приколола не это я включил послушал две фразы и выключил меня прикололи комментарии блин говорит да проснулся на утро уже знаю говорит весь язык уже устроился переводчиком посольстве комментарий вот на чем можно похихикать еще на мой взгляд вареньки не подавляющее большинство населения это уверенный средний класс что зачастую редкость принципе да в принципе да и хотелось бы чтоб так честно говоря и оставалось чтобы все таки среднего класса обычных таких предпринимателей которые держат вот киоски магазинчики небольшие которые ну там не знаю швейную мастерскую парикмахерскую вот такого среднего класса он был устойчивый чтобы не было такой дикой разницы знаете несколько богатых и остальные вся беднота пока что тьфу как бы ориентина можно сказать да она вот этот средний класс у нее большой вот и это хорошо считаю видела эту фанатку бабушку про нее песню сочинили еще вроде ну да было ля-ля-ля-ля что-то такого стиля жизнь одна согласна настой поэтому кредо и живу и правильно делаете вот честно говоря вот эти все байки забивание себе бошки о том что потом мы переродимся в кого-то станем кем туда переродишься потом лев кошку нафиг будешь нас создаться еще какую-то хрень может и вообще никуда никто не переродится в общем скажем так если у нас будет другое перерождение это будет крутенько и мы воспользуемся но если блин него не будет тогда нафига мы сейчас просираем свою жизнь всякими стереотипами всякими рамками там и все остальное но я не между рамки нормального человеческого поведения имею ввиду рамки там как как блин что-то говорить вот это блин кому-то не так будет как там одеться как там постричься да постри жизнь ты хоть на лыску хоть блин под ежика хоть под чего хочешь ходи как тебе нравится если прикалывает это ходи если прикалывает ходить на рыбалку ходи на рыбалку блин везде конечно прикалывает смотри телек ну сядь ты смотри уже тот телек блин это же дело такое каждому свое так активность активность 43 человека хорошо это хорошо что на 43 человека интересное сообщение еще есть сейчас вот думаю летом все-таки как-никак надо будет еще воспользоваться сегодня все таки такое нас 11 или 12 число да надо еще воспользоваться этим летом и это самые посетить еще куда-то поездить нужно океан съездили ящик последние фильмы там добиваясь океана периодически не это было раньше ну просто прикалываясь мышь приехали и сразу ну как бы началась она да там к рождеству готовится надо там к этому самому новому году готовится да и просто расслабом думает блин конец года фильмы и кино снимала снимал потом помонтировать теперь сижу монтирует соответственно но как бы с одной стороны уже немножко отстала эти фильмы а с другой стороны все равно же уже сняли покажем как мы отдыхали как мы были в кемпинге какой там океан вот сейчас в этот месяц я бы конечно на океан не хочу то есть какую-то поездку одного дня до но именно на океан нет там настолько все забито а вот уже феврале уже можно снова начинать как бы наслаждаться тем что будет довольно ну намного меньше уже народу будет на океане в кемпингах и во всем таком так что снова будет время для путешествий так что надо воспользоваться еще февралю так искала в интернете и не могла найти знаете ли вы какие-то христианские организации не православные ой блин я вообще в этом не сильно понимаю и православных и блин не понимаю я знаю только что тут есть какая-то церковь на лесами потом где-то еще видел вот в районе ну не саги то видал какую-то небольшую а так не не знаю честно я вот в этом тупой тупой блин скажу вам прямо и откровенно я знаю что это может кому-то показаться дико но я вот велигии вообще них я не разбираюсь вот и как то меня пока туда не затягивает может когда мне будет лет сто сто пятьдесят тогда я может уже буду смотреть там что-то другое но пока я как бы это не знаю не организации не хожу него всякие эти клубы не не ушел так что тут я помочь просто чисто не смогу если бы знал подсказал бы честное слово но не разбираюсь в этом они православные еще может это может мусульманскую так и есть центр мусульманской культуры и вообще всего такого к примеру есть на полермо около джумба и си большущий большущий центр исламика исламский центр если вам та культура надо не православная то там поспрашивайте есть и еврейские какие-то центре культуры которых они там собирается и все то есть китайском районе между китайским районом и большим это самому буквально один квартал от супермаркета в китайском районе там если поспрашивать это там есть такие культурные большие центры так переводимся и будем знать испанский это да это да это хорошо так скажите как местные произносят 2l как шеи или как же вот как же не как шея как же лака же типа улица езжайте на юг пингвинов посмотрите интересно какая там рыба ловится я был там я пингвинов смотрел есть у меня ролики были на юге был я пингвиновом раю от лисула вальдес там и все вот это дело так что я там был рыба как таковая ловится но надо подальше как говорят закидывать и ничего супер-пупер или надо выезжать на кораблику и залива из бои надо выезжать на кораблику за остров тогда там уже акулы в основном кто желает там половить тех краях надо рассчитывать на акул то есть хотите большие акулы половить эти небольшие корвины но как правило как правило редко когда это сбери канада или сбери надо уехать сторону знаете вот допустим и эти бои санблас есть такая штука бои санблас там здоровые корвины и там здоровые акулы но если просто приедем городок который называется бои санблас вы прямо с берега будете ловить в принципе тоже будете ловить и мордель платье ничего супер-пупер вы там такого не наловите изредка за исключением кого-то в основной своей массе чтобы ловить действительно хороших корвин здоровенных и хороших акул вам надо взять в аренду там или кого-то нанять или взять в аренду квадроцикл и по пляжу свалить за город и вот там есть места которые местные вам могут рассказать где вы действительно будете закидывать на акулу вот это рыбалка и пингвинов там ниже полно пол везде этих пингвинов хотя пингвинов можно изредка увидеть и ближе не обязательно прямо на юге ехать и гором и к бывает пингвин может попасться вам около бои бланки ну а ниже то совсем уж там этих пингвинов просто не меряну но я там был просто безопасно ли путешествовать на машине по стране смотрите мне нравится путешествовать на машине по стране в принципе это безопасно но есть райончике куда я бы не советовал туда поехать и за ночевать их райончик а но принципе в общей своей как бы это да безопасно путешествовать на машине по стране все путешествует даже есть люди которые по стране путешествует на великах есть люди которые путешествуют на перекладные Даже девушки, я встречал девушек Которые просто берут рюкзачок И останавливают грузовики И путешествуют, и приезжают в Барилочек К примеру, хотя она Девушка и с рюкзачком Так что в принципе да На мотоциклах, на велосипедах На перекладных В разумных пределах Если вы видите что-то Где вам не нравится, ну проедьте это место Но в принципе да Это безопасно В любом городке вы можете найти Кампинг, отель Или какую-то кабаню, домик Где можно снять В самом крайнем случае рекомендую Заезжайте на большую заправку ИПФ типа вот И как правило там Всегда есть туалет, где покушать Где заправиться Где обслужат машину Если у вас лампочка погорела, купить лампочку И все такое И стоянка для машин там есть И они всегда круглосуточные, очень большие Они охраняемые, с камерами Заезжайте, становитесь на стоянку Около магазинчика на ИПФ И около кафешки И спите Я очень часто так делаю Если я еду в дальнюю дорогу Еду сам И еду уже к примеру Там, ну не знаю Вот я ехал в Груты Выехавшись в вечера В 6 утра Меня очень сильно разморил Я хотел спать уже Потому что это уже было Где-то 1300 километров Я проехал Я заезжаю на заправку На заправке сходил в туалет Сходил, как говорят Помыл руки Умылся Разложил кресло Вот в машине Лег и сплю Никто тебя там не тронет Там заправщики Другие водители Все Ты спишь и спишь Поспал Проснулся Сходил в туалет Купил там кофе Попил и едешь дальше Все Я так делаю Очень-очень часто В таких поездках То есть я останавливаюсь Просто на заправках В прошлом году Мы также ездили Ловить рыбу В топ Не, нет В топать В этот Тандиль В Тандиль Я приехал раньше Чем мои друзья Мы собирались В 3-е около 6 утра В Тандиле Я приехал туда Где-то в полтретьего Я беру на карте Ищу ближайшие ИПФ Выставляюсь туда Заезжаю Пошел Лег спать там На ИПФ Оказалось, что На ИПФ Работают мои подписчики Они с радостью меня в 6 утра Разбудили И мы поехали дальше Ловители Поехали вместе со мной Сменились ночные работники Вот Так что вот вам один из совет Если вы не знаете где Если вы не знаете где Вы переночуете Заезжайте на большие ИПФ И ночуете прямо там В один раз мы ехали Так машиной на катараты На водопады И тоже так ночевали на ИПФ И еще рядом с ИПФ Мы просто даже маленькую палатку установили Достали палатку Тут же прямо Вот территория ИПФ И маленькая там Такой участок земли был Там же установили маленькую палатку Достали один надувной матрас Надули Поспали Утром сдули Умыли Сели Поехали Так что путешествуйте В Валентине Свободно Никто вас тут не будет Подрезать Ловить Там в пустынях Блин Стрелять по вам С автоматом Тут дурных людей До такой степени нет Это все сказки Фильмы голливудские Сколько действуют международные права С момента прилета в страну Есть ли аренда машин на долгий срок Неделя например Я слышал что есть Там сдают Поищите там даже наши помогалы Есть которые уже этим занимаются Я думаю есть Сколько действуют международные права В принципе международные права Как таковые У нас вообще не действуют Как таковые По правилам То что вас могут пропустить Это одно Но по правилам Вы должны пойти И показать свои права И вам на ваш срок Действия вашей визы Или на сколько вы приехали Вам дадут временные аргентинские Это было и раньше Так я когда приехал У меня были тоже там На английском языке Как мы их называем Международные права И пятое и десятое Мне полиция два раза остановила И объяснила Чувак ты не городи город А иди и поменяй В этом самом Я пошел Туда где сдают на права Показал эти У меня Показал паспорт У меня была виза на год Мне тут же выписали Без каких-либо сдач Без ничего Аргентинские Временные права На такую же категорию Но аргентинские На срок действия Ровно столько Сколько у меня стояла Виза в паспорте Это вот как по правилам Должно быть А то что вы сами себе думаете Это конечно Но вы можете делать Как хотите А по правилам Должно быть так Вы должны показать Свои права Пойти и вам выпишут На тот период На который вы находитесь В стране Аргентинские права Вот Это тоже касается Конечно Я уверен Сейчас со мной Все начнут спорить А я вот ездил А я вот то А я вот все Я тоже ездил Пока пару раз Мне об этом не объяснили И один раз Хотели выписать Штраф И забрать Эти международные права Вот Но мы уговорили И поехал Конечно Митой поменял Просто на права Аргентинские Которые Потом опять же Если у вас Есть уже права И вы хотите Получить Аргентинские права Ну уже к примеру Вы имеете ПМЖ И все такое Вам надо получать Аргентинские права То вы в принципе Не сдаете здесь Вождение Вы только должны Сдать Устный экзамен Ну типа На этом самом На компьютере Учиться Вы можете Пойти в любую Автошколу Взять несколько Уроков Чтобы понять На испанском Как это звучит Если нет Я вам подскажу В интернете Вы можете Скачать и вопросы И ответы И просто Заучить номерки Вы должны Вы должны нажать На компьютере Как правило Они там есть В интернете Если хорошо Поискать Всегда можно Найти И вопросы И ответы И сдаете На права И все Я такой Параной Что ни разу Не ездил Автостопом И не хочется А блин Сколько приключений Пропустили Шучу Но я тоже Не считаю Что самое Классное Автостопом Девушки Кататься На грузовиках По Аргентине Не считай Я просто говорю Что такую Встречал Варилочи Она говорила Что должна Была ехать С подругой Но потом Подруге Что-то случилось И она не поехала И она сама Приехала И еще Палатку Помогал Устанавливать Варилочи Потому что Она Ну девушка Не знает Как правильно Установить Но она С рюкзаком Устопом Добралась Так что То что Я таких Встречал Да Встречал А вот То что Это конечно Оля Амиго Оля Густаво Леонид Какую сумму Обходится Ваша машина В месяц Год Налог Страховка Обслуживания Слушайте Сегодня Сегодня Я сейчас Не буду Рассусолить Эту тему Сегодня Выставлю Именно Вот эту Тему Вот как Приеду Домой Уже Загруженная Только Надо Фотку Поставить И все Я уже Отвечал На этот Вопрос В одном Стриме Более Подробно Все Рассказывал Сколько Стоит Содержать Машину В Буэнос Айрсе Во всем И этот Уже Снято Это Уже Загружено Ясно Где Получает Местные Права Видимо ГАИ Нет У нас Никакого ГАИ У нас Есть Скажем Так При Муниципалитетах Районных Есть Отделы Где Выдают Права Так Как У нас Права Выдаются По нормальному На 5 лет По нормальному У нас Права Не выдаются А что Ты пошел И получил Сразу Права На 100 лет До смерти И ты ездишь Уже Такой Калеченный А ты все Катаешься Нет У нас Права Выдаются По моему До 6 10 Выдаются На 5 лет Каждые 5 лет Ты должен Права Продлевать Что значит Продлевать Ты В интернете Смотришь 2 Или 1 Ролик По тому Какие за 5 лет Произошли Изменения В правилах И отвечаешь На вопросики Мультичойс Или как Это называется Типа там Вопросик После видео Будет И ответик Что типа Как ты выбрал Если ты все правильно Поотвечал Тебе сертификат Такой Трук Выскакает И ты его напечатал На принтере Или просто Сфотографировал И все У тебя одно дело Есть Для продления Права То есть Ты должен прослушать Лекции Если ты не знаешь Как интернетом Пользуется Ты можешь пойти В муниципалитет Записаться Там проводят Такие же лекции Только уже Стоит чувак И рассказывает То есть Ты должен просто Посидеть На такой лекции И за то что ты пришел Тебе тоже дадут сертификат В основном Это связано с тем Что за 5 лет Какие-то правила Бывают меняются Там Правила стоянки В Буэнос-Айресе Еще что-нибудь Соответственно Такую лекцию Раз в 5 лет Довам прослушать Потом Ты записываешься На время Когда То есть До 3 месяцев По-моему Ты можешь С просрочными Правами Ездить А потом Уже нет И ты записываешься На подтверждение Твоих прав На передачу Что это значит Ты берешь Вот эту бумажку Ты еще Печатаешь бумажку Что у тебя нету Штрафов Или что они у тебя были Но ты их все Уплатил Соответственно У тебя больше Их нету Вот Тоже Не забываем Об этом И идешь в муниципалитет На то время Когда ты записался На продвижение прав То есть Ты в интернете Выбираешь время себе Или идешь Прямо в муниципалитете К женщине Говоришь Я хочу сдать на права Она говорит Выбирай На какое число хочешь И говорит Какое время Там еще есть Потому что Все берут по интернету Соответственно Ты записался На определенное число На определенное время Приходишь туда С двумя бумажками Одна бумажка О том Что ты лекцию прослушал Одна бумажка О том Что у тебя штрафов нет И у тебя медкомиссия То есть Там с тебя снимут пальчики Тебя сфотографируют Второй раз И ты проходишь Пять врачей Там типа общего Там что там Психиатра Наверное Еще там Глазни Уши И Ну и как Заключительно Там Который общий врач И все И ты вот Просто с кабинета В кабинете Тебя так В номерке Высечется На компьютере То есть На телевизоре Ты смотришь А такой-то Такой-то кабинет И раз Зашел Там Две минуты Такой-то Такой-то Кабинет Раз Зашел Когда ты Все это Прошел То есть Это займет Тебя минут 15-20 Ты выходишь И твои новые права Уже будут Напечатаны И тебе Выдается На выходе Твои новые права С твоей новой фотографией С твоим новым Отпечатком Пальцем И снова На 5 лет Так идет До 60 После 60 Там по 4 года Вот Потом по 3 Потом по 2 И там Какие-то Если тебе Лет по 90 То ты будешь Каждый год Проходить Вот это дело Потому что Здоровье ваше Меняется Разум Меняется И Правила Меняются Так что Нет у нас Таких прав Которые тебе Аргентинские дали И ты всю жизнь Там где-то катаешься Нет Таких прав Не существует Плюс Опять же Если ты Психопат Ты пришел И тебе говорят Нарисуй Такие-то рисуночки Тебе говорят Вот такие линии А ты кричишь Я не хочу Херню Ну вы какую-то Негорой Ну вот она возьмет Тебя забрактирует Сказать Ты психопат Придешь через год И типа Выдаст тебе права На год То есть любой врач Я имею ввиду Тебе может обрезать Твои права До любого срока Или совсем зарубить Или обрезать И через год Три месяца Ты можешь ездить Без Ну как На непродленных правах Это дается для того Что кто-то в путешествии В каком-то Еще где-то Находится Потом приедет И пройдет Свои права Вот Еще есть такое Что если ты в течение года Если ты в течение года Не продлевал То есть твои закончились Прошел год А ты их не продлел Ты должен будешь сдавать По-новому экзамен И вождение И, блин, теорию То есть ты год не ходил Это не значит Ты придешь через год А тебе продлят права Нет, тебе не продлят Пойдешь Второй раз на экзамены За то, что ты такой хороший Вот когда был ковид Продлили всем автоматом И принесли по почте Я, к примеру Нынешние права получил Мне просто Написал Там было такое Декларационку рада Что ты, типа, клянешься Что у тебя там Со здоровьем всем остальным Все так и есть И, типа, не изменилось ничего Ты там на сайте Это все понаписывал Понаписывал И тебе почта принесла Права на следующий срок Мне так вот принесли Права на следующий срок На этот Сейчас уже, кстати Мне, по-моему, в этом году Надо будет Там, что я сейчас взгляну Чтобы не забыть Тогда мне-то пробивать Права-то надо Вот сейчас я, блин, не забуду Так что вы поняли Как с правами, да? Никаких вот этих прав Которые там Вау, блин, я буду ездить Всю жизнь У меня права на всю жизнь Нету, говорит Никаких прав Это все байки Не, у меня до мая 24-го года Сейчас 23-й Так что вот нормально Вот с 22-го по 24-й Мне прислали На два года Продление автоматом Которое произошло Принесла почта на дом Конвертики Мои права Вот, ребятки Видите? Так что вот я вам Про права А про содержание машины Сколько чего Как обходится Сегодня же Выставлю видео Вот И в муниципалитетах Нету нас там ГАИ То есть как таковой службы ГАИ У нас в принципе У нас есть транзит Он называется То есть Но это не в таком ракурсе Они вот как бы Рассказать вам немножко Вообще про полицию Ой, блин Отклонить Я ей потом перезвоню Скажу вам немножко Про полицию Буэнос-Айреса В общих чертах В общих Без каких-то там подробностей Без каких-то там происшествий А просто в общих чертах В городе Буэнос-Айрес Во всяком случае Я буду говорить За Капиталь Федераль Потому что сейчас Кто-то с провинции Начнет скакивать И кричать Что тут не так Все я рассказываю Про Капиталь Федераль В Капиталь Федерале В городе Буэнос-Айрес Полиция создана Для того Чтобы помогать Жителям Капиталь Федераль Буэнос-Айреса Не для того Чтобы их, блин Терроризировать Их не надо обходить, бояться, что к вам прицепятся Они созданы для того, чтобы помогать То есть, если вы что-то не знаете, вы можете подойти и спросить улицу Это не значит, сказать, ты что, а ну документы, а ты кто такой, бля? А ты вообще, а ну лежать, стоять, а ну каталажку поедем Ни хрена такого здесь не происходит Это может в диких странах такое происходит Здесь полиции бояться не надо Здесь полиция, это те, кто в принципе для вашей же безопасности созданы Так само и ГАИ в Буэнос-Айресе, транзиту, это то же самое Если вас остановило ГАИ в Буэнос-Айресе и попросило документы Это не значит, что вы должны быть на нервах, на нервотрепке Кричать, все, пипец, я попал, блин, капец, блин, я туда влип Все, у меня там что-то просроченное, а я забыл Если у вас что-то просроченное, вам просто напомнят об этом, скажут У меня так два раза я забывал напечатать, к примеру, страховку Она есть, но сама бумажка просроченная, я забыл новую напечатать Ну, что же Во-первых, можно любые документы эти показать У нас есть тоже приложение свое, Аргентина, на телефоне У меня там есть права, у меня там есть мои, у меня есть там мое ДНИ Моя страховка, мои посещения врача, мои, как говорят, документы личные, ДНИ и все такое На лодку права, на катер, на все Там все высвечивается Но бывает такое, что интернета нет, ну, посмеются, скажут Ты не переживай, не забудь, что в следующий раз ты должен это иметь Вот и все То есть, если вы будете по-человечески относиться к полиции, полиция к вам будет относиться по-человечески Тут не надо ни от кого гонять, бегать, думать, что теперь ты попал, что теперь тебя поймали Что теперь ты, блин, капец, ты уже все, ты уже в каталажке, ты уже зэк Это, блин, не банановые страны, это нормальная цивилизованная страна Так что нормально относитесь, к вам тоже будут нормально относиться Так что, если даже что-то там просроченное, где-то ты забыл, включая, но ты не напечатал Все это фиговина Все это фиговина, вам подскажут, что да, ну, блин, чувак, надо так, ну тебя нет Ну ладно, ты же не забудь в следующий раз, чтобы оно у тебя было То есть, к вам отнесутся все равно по-людски Если вы, конечно, не хамно Это 100% Так что, не переживайте на эту тему Так, лучик помогала мне обращаться Три шкуры спустят Сам искал через гугл Нашел прокат Хозяин ориентина Пошел навстречу Расшил оставить депозит наличными Ну вот Ну, помогал тоже можно понять, ребята У них нет другого выхода, кроме как на вас наживаться Они такие же, как и вы, только приехавшие немножко раньше Соответственно, если он уже хоть куда-то сходил и знает туда дорогу Он уже за деньги эту дорогу будет продавать тому, кто приехал за три дня позже Он уже думает, что он, ну, все знает А он не знает ни языка, не знает, где ему заработать по-другому А жить надо как-то Вот тут замкнутый круг Потом тот встанет, помогал Потом надо же отбить бабки, которые с него сняли И он кому-то так передаст эти знания В конечном итоге все за деньги научатся ходить до госпиталя От госпиталя, там, блин, к полицейскому участку взять сертификат для домисилия Ну, а есть некоторые, которые упертые, говорят, я сам найду Это другой вопрос Ну, кстати, упертые выживают быстрее Водичку попиваю Жарко все-таки на улице Густаво мне пишет Человек пишет, что он, блин, живет это самое, ну, на севере Аргентины за тысячу километров от Буэнос-Айрса рядом с Парагваем и Бразилией И имеет одну подругу в Смоленску и другую в Санкт-Петербурге имеет подругу Вот, как аргентинцы, блин, живут Они подруги имеют в Смоленске, в Санкт-Петербурге Видите? А рядом через речку Парагвай и Бразилия Вот жених какой Так что, раз я заставил про комментарии Где можно купить снасти? Хочу на рыбалку В магазинах Но лучше всего, смотрите, у нас практически все магазины Сейчас специально их в Меркадо Либре Если, ну, вот вы в Меркадо Либре сначала посмотрите Там вы можете найти и хорошую цену, и хорошее это Потом, допустим, могу подсказать Девото В Девото есть большой рыбный магазин Девото Потом, вот на Оонсе На Оонсе, здесь, когда пойдете по Пастевуру Найдете кучу, блин, тут магазинов рыбальских найдете Или даже не рыбальских, где будут продаваться тоже рыбальские снасти Практически в каждом районе, если порыться, можно найти тоже рыболовный магазин Правда, мало? К примеру, у нас на Бельграну я знаю один рыболовный магазин Было три, два закрылось, остался один Это мало на весь район рыболовных магазинов Но мы от этого не страдаем, потому что половину вещей я покупаю в Алиэкспресс А половину покупаю, еду в магазин, конкретно там Или Redfish называется на Оонсе, который находится Или в Девото еду в большой рыбный магазин Или покупаю по интернету, в смысле в Меркадо Либре И мне приносят просто на дом Так что вот где-то так О, Наталья пишет, вот без проблем, понял, а в чем пишет Уставо? Красота, видите, вот все-таки как хорошо знать еще Так, про выдачу права правильно даже очень все сделано Ну, я тоже так считаю Потому что вот есть у меня еще, прикиньте, права полученные в Советском Союзе Я еще, блин, студентом был, получил права Они как бы считаются международные Можете поверить, я до сих пор могу по ним ездить, к примеру, там, в Украине Не знаю, как в России, я там не понимаю, как в России Но еще могу есть в Украине Но если так реально посчитать, это же неправильно Здоровье, блин, за годы может измениться Ваше зрение может упасть Я знаю, блин, водил, который нафиг не видит глазами Уже куда едут-то, они уже этих машин не видят Но они все еще говорят, у меня же права есть на всю жизнь Нет, на всю жизнь это на всю жизнь Но реально надо все-таки Это безопасность и не только твоя Это безопасность пешеходов, других машин и всего Если у тебя уже мозги не соображают Тебе уже надо ездить на пассажирском сидении А не кичеваться о том, что у тебя есть права Ну что же у тебя есть права Потому здесь сделано так С определенным возрастом после 60 Меньше и меньше годов И надо чаще и чаще продеваться Но нет ограничения, что если ты проходишь эту медкомиссию Ты можешь в 100 лет ездить То есть тут нет Вот все, в 90 ты уже есть не можешь Проходишь медкомиссию Еще год ездишь Проходишь медкомиссию, еще год ездишь Я видел бабушку на рынке Вот Она на рынке накупили они там Мы были на рынке на центральном Которые продукты там, овощи, фрукты И вот бабушка куча машин И ей надо выехать со стоянки Где она зажата другими машинами И вот у нее не хватало сил То есть все есть А вот сил не хватало Руль повернуть И внучка рядом сидела И внучка ей руль поворачивала Чтобы она вырулила с этой А дальше она жмет и поехала Один раз тоже Еще когда домесилие ходил Типа вот на дом компьютера ремонтировать Одна женщина Позвала, чтобы я ей компьютер поремонтировал Я пришел, она задержалась Все, и такая запыханная Забегает Сладжу ей лет 90 Она Ой, извини, я говорит Опоздала Я и так гнала, как могла Говорить Я смарт-гель-платы Только что на машине За рулем Вот вернулась Блин Смотрю, блин 90 лет, блин Такая божья дуванчика Она гнала 150 смарт-гель-платы По трассе, блин Фигачила Чуть-чуть опоздала Бо у нее и тут квартира И там квартира И она вот туда-сюда мотается То есть Если ты здоровый человек И это врачам подтвердил Докатайся ты хоть до 120 Ну а если нет То все, хана Так, Густаво уже цветочки посылает Он уже хочет, чтобы у нее Еще одна девушка была, блин Наталья Он уже розочки шьет Вот хитрый чувак Так Получение права в России И в любой другой стране Это совершенно разные вещи Это как сравнять полет в космос И занять магазин за хлеб Ну да, типа так Наверное Ну я в России права не получал Скажу честно, не знаю Так что Верю на слово Как говорят Так Вы уже упоминали про налог с Али Напомните, это 30% составляет Нет, с Алиэкспресс Это по-другому сейчас считается И недавно снова увеличили И как бы даже нигде не писали Ни одна газета не написала Просто ты раз тебе поставили под фактом, что надо еще заплатить и все Когда приходишь за посылкой Значит, тут так происходит По правилам последним было такое Что если ваша посылка стоит до 50 долларов Это вместе с доставкой То есть Цена за товар и доставка в Аргентину Есть же разные доставки Есть доставка дорогая чего-то Есть доставка там, не знаю, 1 доллар К примеру, вы купили что-то за 35 долларов И доставка 1 доллар 36 И пошло оно в Аргентину Во-первых, это будет долго Это 100% Тут уже я рассказывал миллион раз Во-вторых Какой налог вы будете платить? Вы будете оформлять на сайте Что вам пришла посылка Тут у нас как делается? На сайте почты Аргентины Есть специальный отдел Типа интернациональных посылок Где вы должны будете зарегистрироваться Когда вам принесут телеграмму Что к вам пришла посылка Там тоже будет указано Как все это делать Но все равно там будет телеграмма написано Вам надо зарегистрироваться На сайте таком-то И там описать Что, к примеру Что в этой посылке лежит В какой рубрике это относится Сколько стоила доставка И сколько стоила посылка Это такой называется Декларацион хурада То есть вы заявляете официально Что в этой посылке находится то-то-то Стоит она столько-то Если таможня верит Вашему декларациону хураду То есть она сможет на посылку И точно, блин, там Ну, может быть, катушка ниток лежит Или что Посылочка маленькая И она так пощупала И думает Да, тут что-то такое То вам приходит телеграмма Что после того, как вы заплатите налог Вам посылку принесут на дом То есть вам никуда идти не надо Получается, что Налог какой вы заплатите До 50 долларов Вы заплатите только пошлину Такую песок Которая берет только сама почта За доставку От таможни до дому То есть где-то сейчас Это стоит где-то около 700 песов Все меняется Но раньше меньше Сейчас около 700 песов Стоит Которую посылку И вы После того, как вы все оформили По интернету Вы еще где-то до того момента Пока вам припрут на дом Посылку Пройдет где-то две недели Это первый вариант посылки Второй вариант посылки Это если вам будет написано Такая же самая цена Все, но вам будет написано Что вы должны сами прийти на таможню И забрать эту посылку Почему это? Потому что таможенник посмотрел И его что-то не устраивает Он как бы считает Что там может быть не то, что вы написали И он хочет вскрыть ее при вас Тут есть два варианта Или вы выбираете число Когда вы туда пойдете И время И идете на таможню Вскрывать посылку Чтобы таможенник при вас Или вы Это бесплатная услуга Доверяете почте Работнику почты Там есть такое Отметить Доверяю работнику почты Чтобы он меня представлял Это бесплатно То есть вы не идете туда Работник почты С таможенником вскроет Посмотрит Если все правильно Вам принесу Гурнадом эту посылку Если что-то неправильно Вам придет извещение Что вы набрехали Там были Не знаю Запрещенные вещества А вы сказали Что там рыболовная катушка Это первое Но Во всех случаях Здесь 700 песо Доставка просто до этого Теперь второй вариант Вы купили что-то Берем за 1000 песо Прикидывайте 1000 песо Вы потратили Вот здесь Совсем другая история Все что выше 50 долларов Цена Которая превышает 50 долларов Должна поделиться Напополам И это ваш налог То есть К примеру Вы купили за 1000 Разница какая Между 50 и 1950 долларов 950 долларов Делите пополам Вот эти доллары Вы должны заплатить Налог государству Прикольно Да Конечно Не по блу песо По государственному песо Чуть-чуть дешевле Но все равно До хренища То есть Вы купили что-то И половину практической цены Вы еще должны отдать Налог государству Плюс Плюс 700 песо За доставку Вам домой Как я и рассказывал Это почтовый налог Плюс Плюс Теперь они Втихаря Добавили еще 21% Они назвали это Доречо де экспортацион То есть Право на импорт 21% От общей стоимости И я еще не удивлюсь Если вам еще добавят В общую стоимость Стоимость А потом еще налог Добавят до общей стоимости А потом оттуда Возьмут 21% Соответственно У вас выйдет Офигенная цена Офигенная То есть Я не знаю Сколько вам выйдет Дрон Если вы захотите Купить дрон Если вы захотите Купить какую-то Дешевую удочку За 10 долларов Да Подождать Время долго Но Она придет И более-менее Дешево Все будет А если вы купите Что-то серьезное То Вы раскошелитесь Так что Скажете Да нахрен Оно надо Я где-то здесь Его куплю Не буду ждать Три месяца Не буду головной Боли иметь А Куплю где-то здесь Другое Что-то И все Так Не Ну как Если вы в школе Пишите диктант То да Офографическая Ошкрипка Если вы в обычном Общении Никто на это Вообще Внимание Не будет Обращать Так Получала В Таве права Талончика В очередь До прав на руках 40 минут Ну здесь Если вы все Подготовили бумажки И именно пришли В центр Получения прав Ну тоже Очень быстро Конечно Ну сдача Вот если вам Вождение Надо сдавать Теперь оно В городе Сдается Теперь надо Между машинами Ездить И сдавать В городе Раньше на полигоне Сдавалось На закрытом автодроме Теперь в городе Ну а именно Там Ну тоже Уже когда вы Медкомиссия Я же говорю Ну Наверное Не в 40 минут Наверное Больше все выглядит Ну часик Вы потратите У нас А то и полтора В России Продевало Две недели Треш Нескончаем И нет Продление Ну минут 15 То есть Вот Вы вот эти два условия Выполнили Справочки Эти по интернету И потом Записываетесь Выбираетесь Муниципалитат И это не обязательно Вот если я живу В Бельграно Это не обязательно Что я должен Права продевать В Бельграно Если у меня подходят сроки В Бельграно Или мне куда-то ехать Я смотрю По интернету И там нету Свободных Часов В тот день Когда я хочу Продить Я выбираю Любой муниципалитет Города И где Есть эти Свободные часы В это время И могу поехать В любое место Типа на Палермо Там На Чакариту Еще куда-нибудь И продить там То есть Это совсем не то Что ты только В этом центре Можешь продить В любом Человек говорит Как в Валентине С автодомами Разве Такое проживание С путешествиями Мало Мало То есть Да В Кампино Стоят Все автодома Там Это отпуск Них проводить Некоторые путешествуют Я видел даже Некоторые На пароме Наверное Привези Свои автодома Там И путешествовали Немцы И по Аргентине Здесь В основном Как Привозят Стоят Кампино И живут Потом Возвращаются Но так Чтобы Прямо Бесконечно Ездил Лежил В автодоме Это Очень Большая Редкость То есть Для Отпуска Да Но Жить Них Прямо Жить Жить То Наверное Редкость Я Такого Особо И не Встречал Трейлер Всегда Хотелось Купить Но Смотри Он Стоит Как Квартира В Питере Да Не Трейлер Стоит Нормально Стоит Трейлер Как Квартира Нормально Он Стоит Если Трейлер Такой Ну Как Который Ты Прицепляешь К легковушке И Тянешь За Собой В кемпинг Нормально Стоит Сейчас Зглянем Сколько Стоит Трейлер Чтобы Не Этот Самый Сейчас Так Даже Есть Автодома Как Говорят Мотохром Аргентин Апрессио Вот Они Можут Стоит Дорого А Трейлеры Обычные Нет Они Дорого Не Стоят Да 10 Миль 10 Миллионов 13 Миллионов 16 Миллионов Но Это Вот Уже Такой Дом Дом Сейчас Мы Посмотрим Другие Мы Посмотрим Просто Этот Та Блин Перещёнкивается Все Так С Так Где тут Найти Что-то Такое Вот Мне Сейчас Трудно Туда Попасть Но В принципе Ну Вот 600 Тысяч Есть Меркадо Либре Вот Хороший Трейлер Такой Который Тягается За Машиной Это Не Так Уже Дикого 600 Тысяч Просто У меня Тут Не Очень Хорошо Картинку Эту Открывает И Вот Из-за Этого Трейлеры Вот Такие Продаются Которые За Машину Цепляют Такой Вот 600 Тысяч Ну Может И Миллион Стоит Может Какие Больше Стоят Но Не Скажу Что Это Прямо И Уж Невозможно Его Купить Конечно Возможно Все Зависит От Того Какой Длины Насколько Осей Сколько У меня Говорил Мужик Вот В этом Отпуске Мы Были Один Мне Предлагал Свой Трейлер Продать Который У меня Знает Чувак Мужик Уже Он Лодку Уже Продал Я Уже Типа Старенький Мне Уже Таскаться С этой Финьей Не Хочу И Хочу Трейлер Продать Он Просил Сказал Что Большущий Какой То С Холодильником Со Всеми Этими Делами Со Всеми Экипированы Там Газовыми Плитками И Прочими Делами Он Сказал Что Миллион Триста Тысяч Песел Теперь Посчитаем Что Доллар Стоит Где-то Триста Песел Один Доллар Поделите На Доллар И Скажете Сколько Это Будет За Миллион Триста Он Мне В отпуске Чувак Предлагал Свой Трейлер Купить Ну Да Что Автодом Можно Сделать Самому На Базе Подходящих Для Этого Авто У Нас Еще Знаете Я Двух Человек Знал Моих Знакомых Которые Себе Автодом Сделали Как Они Купили Старые Автобусы Вот И Из Них Сделали Себе Автодом Вот Нашли Себе Старые Автобусы Да И Поделали Здравствуйте Дядь Леня Приветик Так Собак Заводят Нет Полно Котов Почему Просто Собаками На улице Бродят Вы Их Видите А Котов Дома Держат Из Из Редков Парка Гуляют Котов Конечно Полно Котов Тут Что Котов Что Собак Одинаково Тут Просто Живот Их Любят Извините За Нескромный Вопрос Вы Имеете Пассивный Доход Или Зарабатываете В Буэнос Айрес Или Ваш Доход Блогерство Нет Я Официально Считаюсь И плачу Налоги С деятельностью Которая Называется Servicio Tecnico De Computación То есть Я Моноатрибутист Который Занимается Компьютерным Сервисом Так что Если Кто-то тут Сидит И хочет Поремонтироваться У меня Правда Дорого То Пожалуйста Поставим Все На Любом Языке Так что Это Связано С С Как говорят Это Само Компьютер Все Вот Это Деятельность Этой Деятельностью Я занимаюсь Уже Лет 15 И Плачу С этого Налоги И все Остальное Так что Основная Моя Деятельность Считается Такое А уже Всякие Подработки Тоже Да Существуют Бесспорно Но Вот За Нескромный Вопрос Простой Ответ То Я считаюсь Моноатрибутистом И Плачу Налоги С Блогерство На русском Языке Доход Никому Не Принесет Так что Если Хотите Жить Идите Ищите Работу И Займитесь Делами Потому Что Это Блогерство Это Для Посидеть Вот Видите Мне Нехреном Сейчас Заняться Я сижу С моим Языком Болтаю Но Это Не Значит Что Я С Этого Проживу Если Мне Донат И Кто-то Пришлет Да Класс А Если Нет Какой Впень Блогерство На русском Языке Если Там Даже Закрыто Реклама Не Дается В России А Кому Еще Надо На русском Языке Блогерство Из Оргентины Мало Людей Таких А Те Кто Там Смотрят Так Реклама У вас Не Показывается Соответственно Мне С этого Дохода Вообще Ноль Никакого Тем более Сами Знаете Какое Отношение Там В любой Момент Вообще Этот Ютуб Закроет Как Фейсбук Как Инстаграм И Все Остальное Там Сейчас Ютубе Начнут Зоворить Что Война Войной Называть И Сразу Начнется Нет Это Все Все Предатели Всех Блин Всех Закрыть Всех Запретить Так Что Это Блогерство Для Души Скажем Так На Потрынгеть Пообщаться Есть Уже Какой-то Континент Народу Я К Этому Во-первых Привык Уже С 14 Года Как Никак Ну Вот Эти Каналы И Посидеть Пообщаться С Людьми Это Одно Уже Есть Свой Континент Который Смотрит Долго С Там Кто Кто Там Раз Подравилось 5 Евро Послал О Класс Блин Сейчас Нет Я Не Скажу Что Блогерство Там Допустим На Других Языках Не Имеет Как Доход Да Имеет Те Кто Постоянно Этим Занимается На Других Языках Они Доход Имеет Понятное Дело Там Своя Конкуренция Там Все Прибамбасы Но Бегание По Буэнос-Айресу Показывать Улицы И Думать Что Ты На Этом Будешь Жить Эта Фигня Все Это Затравка До Тех Пор Пока Не Надо Потом Придет Время Деньги Кончились Надо Бежать Работу Искать Это Пока Деньги Есть Пока Надо Что Потыкать Показать Где Устроиться Что Да Как Так Что Не Не Это Вообще Да У меня Вообще Боис Я Больше Рассказываю О своей Жизни А не О Буэнос-Айресе Буэнос-Айрес Постолько Я в нем Живу Да Я Показываю Рассказываю Вокруг Меня Но В принципе Если Я еду На рыбалку Я Рассказываю Про рыбалку И Если Я Еще Что Мне Нравится Лазить В горах Я Буду Рассказывать Про горы А не Про Жизнь Буэнос-Айрес Так Что У меня Больше Крутится Вокруг Вокруг Меня Самого Оставить Как говорят Своим Внукам На память Видео Про дедушку Как один Горис Частливый Человек Ржет Когда Надо И Не Надо Но Наверное Думал Что Я Обижусь От Это А Мне Принципе Наплевать Вообще Когда Хочу Тогда И Ржу Ой Будешь Серьезным Быстрее Морщина Зарабатываешь Вырастают Так Линия Где клиента Убрать На Меркадо Либри Нет 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 Клиент Убрать На Меркадо Либри Нет А где Клиенты На Меркадо Либри Клиенты Во-первых Если Ты Деятельность Ведешь Давно У Тебя Остаются Жестоко Клиенты Это Как Вот У Парикмахер Где Парикмахер Клиенты Раз Она Берет На Меркадо Либри Нет Те Уже Кто Ходит В районе К ним Они Знают Они Звонят Плюс У меня Есть Свои Страницы Вот Которые Хорошо Стоят Вот Ну Как Был Поисков Поисковиках По запросу Ремонт Компьютеров Все Все Простой Пример Вчерашний День Я Был В одной Фирме На работе Устанавливал Компьютер Которые Там Все Переставили Надо Было Потом Документы Перенести Их Не Подключить Их Не Сети Этот Компьютер И Звонит Мне Чувак Который Хочет Чтобы Я Пришел Домой Ему Поставил Windows Все Такого Стиля Ну В общем Я Сказал Я На Дому Это Делать Не Буду Хочет Пускай Переносит На Пару День Оставит Я Сделаю А Нет Я Туда К Нему Сидеть У Дома И Ставить Windows Не Звонит Снова Потом Когда Голос Услышал Он Слушайте Я Наверное Вам Звонил Ты Уже Утром Звонил Ты Уже Днем Звонил Ты Уже Час Назад Звонил Так Как Ты Не Записываешь Номера Звонишь А У меня Страниц Несколько То Есть Три Четыре Страницы На Эту Тему Компьютерную Потому Что У меня Есть Свои Выделенные Сервера На Хочу И Они Позиционируются И Он Смотрит Одна Страница Называется Так Компьютерный Сервис Он Раз Туда Звонит Тут Раз Другая Страница Называется Компьютерный Там Допустим Ремонт Он Раз Туда Звонит Потом Еще Ремонт Нотбука Он Раз Туда Звонит Не Обращать Внимание Что Телефон Один И Тот же Как Одна Бабка Тоже Звонила Раз Четыре Нам А Потом Рассердилась Говорит Да Что Вы Говорит Весь Интернет Окупировали Блин Что Я Куда Не Позвоню Все Время На Тебя Попадаю Так Что Нет Нигде Я В других Местах Не Ищу Есть Ну Вот Вам Сказал Сейчас Но Приехавшие У Клиентура Которая С годами Которая Уже Ну Знает Я Знаю Они Меня Знают У Нас Есть Телефоны Друг Друг Каждого Компьютера Такое Дело Вот Сегодня Он Работает Завтра Ты Порнушку Смотрел Хоба Вирусов Наловился Он У Тебя Уже Не Работает Соответственно Тебе Надо Уже Вести К Технику Так Что Тут Никогда Не Знаешь Когда Человеку Они Знают Что Как Я Работаю В Какой Скорости Я Делаю Насколько Качественное Или Некачественное Не Знаешь Что Я Знаю Их Не Как Говорят Все Фотографии Вижу Там Банковские Счета Их Не Знаю Все Остальное Никогда Ничего У них Не Украду Соответственно Люди Это Ну Ценят И Они Хотят Общаться С Кому Они Доверяют И Банк Номер Парол И Все Это Блин Записывает На Вордах На Записках На Все И Держит В Компьютере А Потом Один Прекрасный Момент Он Коп И Не Включился Она Даже Не Может Не Убрать Ничего Она Несет И Надо Достать Документы И Все Там Могут Быть Личные Фотки Личные Видео Красивые Но Ты Должен Быть Как Врач Который Мало Лишь Он Кабинете Видел Он Не Должен Трепать Или И 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 Грязных Целях Ребята Тут Еще Это Ценится Не Просто Понес Кому Попало Отдал А Потом Не И И Биткоин И И И Интернет Своих Видео Домашних Блин Конечно Очень Прикольно Так Компьютерщик Который Ремонтирует Переставляет И Достает Документы Это Как Этот Врач Для Девушек Знаете Мало Личем Там Видел Видел И Забыл Поговорить На эту Тему Могу Уж Рассказать Что Шоу У Людей Бывает На Компьютере Но Показывать Или И И И Показывать Не Могу И Как Говорят Весь Мой Труд Будет На Так Спасибо Не могли бы вы оставить ссылку И просто сказать название магазинов С техникой Интересует Цель на компьютере Наушники И так далее Ясно Вы Одни Собой Вести Или Купить На месте Меркадо Либре Вот Ссылка Меркадо Либре Самые Крутые Цены Вы Увидите Там Все Магазины Печатаются Еще На Меркадо Либре И Там Вы Вы Ставите И Все Просмотрите Что Почем И В основной Массе Там Все Найдете Не Думайте Что Вы Что Найдете В Каком То Магазине Который В Принципе Не Напечатан Меркадо Либре Все Это Будет Напечатано Даже Тех Кто Будут Брать У Оптовиков Они Все Все Понапечатают Многие Оптовики Сами Туда Печатают То Есть Ну Чтобы Просто Цены Сравнить В Основном Меркадо Либре Потом Может Быть Где То И Найдете Чуть Дешевле Идете Меркадо Либре Точка Ком Точка Ар И Там Все Смотрите Набираете Компьютера На Испанском Переводите Гуглем Что Вас Интересует Набираете В Поиске Не Обязательно Для Тоже Посмотреть Есть Оно Или Нет Быть Там Зарист Можете Просто Посмотреть Как Говорят Что Там Продается И Почем Просмотрели Они Довключаем VPN Спасибо Сколько Стоит Гектар Земли В Провинции Не Знаю Я Зим Не Покупал Понятия Не Опять Я Думаю Что Смотрю Какая Провинция Это Сколько Стоит Гектар Земли Провинции В России Наверное На Севере Один Стоит Цена А Где Небудь Там В Другом Месте Красивом Другая Цена Так Что Тут Википедия Тоже Заблокировали Волки Позорные Ну Всякое Может быть Хотя Люди Пишут Открывается Врач Вредителей Комп Мастер Шантажист Во Во Нет Тут Нет Тут Надо Знаешь Как Быть Нормальным Человеком Как говорят И Будет Попроще И Люди Тебе Потянутся Вот Это Вот На Это Так У меня Осталось Батарейки 26% Пишет 26% Самом Так Кто Хочет Кстати Могу Подсказать Даже Мой Сайт Один Из Один Из И там Есть Чат На Ватсап Кому Какие Вопросы Компьютерные Можете Прямо На Сайте Нажать На Кнопочку Ватсапа И Мне Придет Ваше Сообщение Это Называется Dacros .com .ar Сейчас Я Напишу И Вам Покажу Ну Это Понятно Для Тех Кто Тут Сидит И Типа Как Ему Мало Ли Надо Какие Это Компьютерный Сервис Вот Такой Запоминайте Как Писать Слово Dacros И Видите Значок Это Ватсап Вот Если Вы На Этот Значок Ватсап Напишите Свой Вопросик Компьютерный Он Мне Вышится На Моем Телефоне Я Вам Отвечу Это Моя Работа Это Мой Рабочий Сайт Все Сдал Блин Позиции Видите Конечно Он У меня Не Единственный Этот Сайт Но Это Один Из Основных Потому Люди Как Я Рассказывал Что Бывает Попадаются Как Говорят Что Звонят С Одного Сайта Другого С Третьего Потом Начинают Кричать Чего Это Ты Вес Интернет Окупировал Это Для тех Кто Не Читает По-испански Я думаю На Значок Ватсап Сможете Без Знания Испанского Языка Нажать Можете Там На Русском Не Написать Я Умею Читать Так Вроде Вроде Вопрос Вопрос Которые Принципе Интересуют Многих Я Там Взял И Ответил Я Теперь Начал Делать Так Что Так Кусочки Я Типа Вырежу Со Стрима И Сделаю Маленьким Отдельным Видео На 2-3 Минутки Что Типа Такой Вопрос И Вот Такой Ответ Это Наподобие Того Как Сейчас Я Сказал Что Я Вернусь Домой И Выйдет Видео Про То Сколько Содержать Машину В Буэнос Айресе Потому Что На Одном Стриме Мы Обсуждали Долго Это Вопрос Я Просто Все Вырезал И Вставил Сколько Содержать Сколько Мне Обходится Содержать Машину В Буэнос Айресе И Тогда Человек Не должен Пересматривать Весь Этот Стрим Если Интересует Какой Один Такой Вопрос Допустим Этот Стрим Шел Написано 2 часа 45 минут Соответственно Человек Даже Который Не Не Имеет 3 часа Сидеть И Меня Слушать И Чтобы Узнать Было Что Интересное Или Нет Потому Для Таких Торопыжек Я Вырежу И Поставлю Кое Какие Ну Как Маленькие Такие Тык Пример Куда Пошел Гарик Гарик Пошел Раз Два Раз Два Раз Два Шагом Марш Вот Типа Такого Так что Все Народ Пока Пообщались Немножко Сейчас Поотвечаю На вопрос Который Мне Там Одна Женщина Все Время Звонит Звонит Я ее Сбрасываю Надо Узнать Чего Она Хотела Бо Я же Я не могу Сейчас Прямо При вас Начинать С ней Общаться В какое Время Года Самая Дешевая Аренда Квартир У нас По времени Года Не привязана Я имею Дубу Сайрус Вот По времени Года Может быть Привязана На пляжу Вот Там Мордой Платье Там Сям Там А в Буэнос Сайрусе Не от Времени Года Зависит Сейчас Во-первых Плохие Условия Для Квартиры Сдатчиков Просто Правительство И поставило Плохие Условия И они Предпочитают Не сдавать А те Кто решается Сдавать То берут Дорого Все ждут И уже Давно Обещали Что этот закон Отменят Поменят И снова Немножко Попустят Но я вижу Не спешат С этим Может Когда придет Новое правительство Может попустят Драконий закон Для квартиры Сдатчиков И цена Может Немножко Упасть Вот Так что Не по времени Года Это дело Если Это не пляж Спасибо Было приятно Пообщаться Вам Всем Борис Все Спасибо 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 Ребятки Все Хорошо Вам всем Отдыхать Провести Время И До следующих Встреч Пока